лыками в сторону Рейнольдса. Писк-писк. Она громко запищала, выражая явную злость. Рейнольдс не мог ничего поделать, лишь сморщил губы от досады. Рейнольдс, я расскажу тебе секрет. Биби любит поесть жареного мяса. Если в будущем ты сможешь покормить ее парой жареных уток или цыплят, я думаю, что она не будет относиться к тебе так враждебно. Линлей засмеялся, когда увидел, как глаза Рейнольдса засияли. Можешь сделать. Рейнольдс вдруг нахмурился и повернулся к ель. Ель, если в будущем у меня закончатся деньги, ты сможешь одолжить мне немного. Когда дедушка Луму опять придет меня навестить, я обязательно верну тебе их обратно. Нет проблем, беззаботно ответил ель. Я держу пари, вы еще не успели хорошо осмотреть жилый район, не так ли? Давайте прогуляемся и ознакомимся с местностью. Согласны? Улыбнувшись спросил Джордж. Из четырех братьев, Джордж был самым любезным и спокойным. Рейнольдс был среди них самым инфантильным. Ель был тип плейбоя. Что касается Линлей, в глазах остальных трех мальчиков он оставался самым загадочным. Маг двойного элемента, исключительная предрасположенность и магическое животное компаньон. Он действительно был полон тайн. Древняя академия Эрнст содержала бесчисленное количество зданий, возраст которых превышал тысячи лет. Перед некоторыми из них даже можно было увидеть ознакомительные таблички. Самому младшему из них восемь, самому старшему десять. Дети смотрели благоговейно на каждое известное им имя, особенно, если это имя из истории воителей святого уровня, что заставляло их сердца биться быстрее. Все они мечтали в один прекрасный день стать воителями святого уровня. Но голос рядом с ухом Линлей продолжал ворчать. Ничего более, чем перспективная молодежь современности. Этот парень на самом деле хвастается убийством фиолетово-татуированного черного медведя. Воителя святого уровня, который может убить только магическое животное девятого ранга, а не святого уровня, можно считать лишь начинающим магом святого уровня. Многие известные выпускники Академии Эрнст были расценены Дерингом Калартом как недостойное упоминание. Четыре товарища из дома номер 1987, вместе с маленькой призрачной мышью Бебе, прошлись по всей жилой территории, приобретя базовое понимание местности. В ту же ночь, все четверо пошли в роскошно оформленный отель рядом с жилым районом и устроили себе небольшой пир. Но, конечно же, все они пили только сок. Следующий день, 9 февраля, начало занятий в школе. Никаких занятий в этот день еще не проводилось, первые занятия должны были начаться только 10 февраля. 9 февраля всем пришлось идти и слушать вступительную речь учебных руководителей школы об упорной работе и тяжелых тренировках. Аудитория, где проводилось это мероприятие, была заполнена группами детей от 6 до 12 лет. Они не даже не подозревали, кем являются те люди, которые говорят с ними, так что многие из детей начали витать в облаках. Когда церемония подошла к концу, все присутствующие благополучно удалились. После ужина, ребята из дома номер 1987 все еще сидели на стульях и обсуждали предстоящие занятия. Здесь так легко. Только одно занятие в день. О, Ленлеймак двойного элемента, поэтому у него два, вздохнул Ель. Но в Академии Эрнст действительно легко. Если ты хочешь посещать занятия, то можешь. Если ты не хочешь, то можешь пропустить. Джордж спокойно улыбнулся. Ель, не будь самодовольным. Несмотря на то, что строгих требований для учеников нет, каждый год будет проводиться тест на способности. Если ты не будешь усердно работать над собой, то планируешься остаться здесь на века. Скажу больше. Академия Эрнст имеет правило, согласно которому если человек не становится магом шестого ранга к шестидесяти годам, он будет исключен, и это правило распространяется на всех. Читая различные правила Академии, написанные на ознакомительном листе, Ленлеймак молча кивал. У школы был слабый контроль над учениками, что давало им возможность не учиться даже на протяжении шестидесяти лет, но как только ученику наступило шестьдесят лет и он не достиг шестого ранга, его тотчас же исключали. Исключен? Произнес Ель. Если бы меня действительно должны были исключить, мой старик вероятнее всего убил бы меня на месте. Исключение из Академии Эрнст унизит и уничтожит репутацию любого. Никто не был бы готов взвалить такое бремя на себя. В конце концов, раз их приняли в Академии Эрнст, это означало, что все они были довольно талантливыми людьми. Занятия начинают завтра. Интересно, что у нас будут за преподаватели? Если они будут не так хороши, как мой дедушка Луму, тогда получается, что я пришел сюда зря, пробормотал Рейнольдс. Рейнольдс, ваш дедушка Луму маг? Спросил Ленлей, удивленным тоном. Конечно, в процессе долгого пути от империи Абрайан до Академии Эрнст дедушка Луму уже начал учить меня магии, гордо произнес Рейнольдс. Когда Ленлей и остальные трое беседовали друг с другом, все они чувствовали себя очень возбужденными. Занятия по изучению элемента Земли не так важны. С точки зрения понимания элемента Земли, как мог любой из преподавателей Академии Эрнст сравниться с дедушкой Дерингом. Наиболее важным занятием было занятие по изучению элемента ветра. Интересно, на что похожа магия ветра? Уже начало смеркаться, но звуки смеха и болтовни продолжали раздаваться из дома под номером 1987. Том 2. Глава 16. Магия стиля ветра в учебном календаре Академии Эрнст в течение всего месяца первые 28 дней были расписаны занятиями, и только два последних дня были отведены на отдых. Занятия по магии Земли проходили с 8.00 до 10.00 утра, магии огня с 10.30 до 12.30, магии воды с 14.00 до 16.00, магии ветра с 16.30 до 18.30, магии молнии с 19.00 до 21.00 вечера, и магии света с 21.30 до 23.30 ночи. Но из-за того, что большинство учеников обладали предрасположенностью только к одному элементу стихии, их занятия занимали не более двух часов в сутки. Линлэй обладал предрасположенностью сразу к двум сущностям элементов, ему нужно было посещать занятия в течение четырех часов. Но поскольку эти занятия проводились на добровольной основе, если вы не хотите туда идти, то никто вас не заставит. Ученики, обучающиеся магии Земли, были распределены на шесть отдельных классов, также у каждого класса было свое собственное здание для занятий. Новые ученики и маги первого ранга распределялись в первый класс, во втором классе обучались маги второго ранга, маги третьего ранга посещали третий класс и так далее, вплоть до магов шестого ранга, которые обучались в шестом классе. Конечно, маг шестого ранга в любой момент времени мог закончить свое обучение в академии, но, естественно, если они захотят продолжить свое обучение, их никто не выгонит. 10 февраля в здании первого класса учебное помещение для магов Земли первого ранга было чрезвычайно большим, в него могли вместиться сотни учеников, включая Линлэй. Внутри помещения уже находилось примерно 20 ребят. Линлэй выбрал место, расположенное довольно близко к преподавателю. К 8 утра уже можно было насчитать около 50 учеников. Я думаю, что только часть присутствующих учеников являются недавно поступившими. Интересно, как долго остальные уже занимаются в этом классе? Линлэй задался вопросом. В конце концов, недавно поступившему ученику, чтобы достичь второго ранга, как правило требовалось прозаниматься в этом классе в течение нескольких лет. Привет всем, прозвучал дружелюбный голос, перед классом стоял темноволосый мужчина, приветливо осматривавший класс. Меня зовут Уэнди Венди, и я буду вашим преподавателем магии Земли. Сегодня к нам присоединилось 20 новых учеников. По традиции новые ученики должны представиться классу, чтобы мы все могли узнать друг друга получше. Сразу же, один за другим новенькие ребята начали представляться. Меня зовут Герхан Геерхан, я родом из Великих Пастбищ на Дальнем Востоке. Услышав сказанное Герханом, Линлэй сильно удивился. Ученики Академии Эрнст действительно съезжаются со всего континента Юлан. Есть даже кто-то из Великих Пастбищ, из далекой восточной части континента Юлан. На большой карте континента Юлан, Святой Союз и Темный Альянс были расположены к западу от горного хребта магических зверей. Восточнее горного хребта располагались четыре Великие Империи, но еще дальше к востоку от них располагалось великое травяное пастбище, которое содержало в себе три собственных королевства. Расстояние между Великими Пастбищами и Академией Эрнст было невероятно большим. Только на дорогу может уйти не меньше трех лет. Меня зовут Линлэй. Я из Святого Союза. Линлэй, как и все остальные, вышел к классу и представился. После того, как все новенькие представились, маг стиля Земли Уэнди начал хвастаться, насколько магия стиля Земли сильна и могущественна. Только под конец второго часа занятия он начал обучать стилю магии Земли. Линлэй и группа учеников просто спокойно слушали. Деринг Кауарт появился рядом с Линлэй. Этот человек имеет очень прочный фундамент. Несмотря на то, что он не очень сильный, с точки зрения преподавания магии первого ранга он неплох. Даже если преподаватель будет магом восьмого или девятого ранга, не факт, что в итоге он будет лучшим преподавателем. Деринг Кауарт утвердительно кивал, словно хвалил. Линлэй к текущему моменту знал довольно многое о магии стиля Земли, так что понимать лекцию для него было очень легко. Но дедушка Деринг, хотя фундамент его знаний очень прочный, он не способен проникнуть в суть простых слов так же глубокомысленно, как вы. Кажется, он лишь все усложняет, сказал Линлэй. Деринг Кауарт самоуверенно улыбался, поглаживая белую бороду, он сказал. Естественно, понимание магии великого мага святого уровня более глубокое, чем у мага восьмого или девятого ранга. Святой уровень представляет собой совершенно иной мир. Естественно, мои учения о магии более глубокие и находятся намного ближе к самой сути магии. После того, как Линлэй прослушал эту лекцию, он принял решение, с сегодняшнего дня и впредь, я буду посещать занятия по магии земли только раз в месяц. Линлэй не хотел тратить свое время зря. У Линлэй было все спланировано. Ежедневно он хотел выделять некоторое время для физических тренировок. Что касается места, где он будет тренироваться, Линлэй уже выбрал место, это была гора, расположенная прямо за Академией Ернст. Находясь рядом с горным хребтом, было естественным, что возле Академии было много гор. В 4 часа дня Линлэй ожидал лекции по стилю магии ветра. Привет всем, с улыбкой на лице, сказал красивый светловолосый юноша. Я ученик из 6 класса, 3 телей. С сегодняшнего дня, я буду нести ответственность за обучение вас магии стиля ветра. Я живу в доме номер 0298, поэтому если у вас будут какие-либо дополнительные вопросы после окончания занятия, вы можете прийти и найти меня там. Ученики 6 класса, будучи магами 6 ранга, могли претендовать на выпуск из Академии в любой момент времени и были полностью квалифицированы, чтобы обучать учеников 1 и 2 класса. Перед тем как начнем, давайте сначала представимся, улыбаясь, продолжил 3. Это основное правило, когда в Академию поступают новые ученики. Все ученики должны представиться друг другу. Эй, Линлей, ты заметил? Среди учеников стиля ветра так много милых девушек. Смотри, эта маленькая блондинка улыбнулась тебе, находившаяся рядом с Линлей Дерингкоуэрт, пока говорил, указал пальцем. Согласно тому, что она рассказала о себе, ее имя кажется Дилия-Дилия. Дилия, такое милое имя. Основываясь на моем 1300-летнем опыте, когда эта маленькая девочка вырастет, она наверняка станет красоткой. Линлей, улыбнись ей в ответ и произведи хорошие впечатления сразу. Таким образом, в будущем ты сможешь сблизиться в плане отношений с ней. Но прямо сейчас Линлей полностью игнорировал Дерингкоуэрта. Линлей, был сосредоточен на лекции преподавателя магии ветра Трия. Маги стиля ветра считаются самыми быстрыми и самыми ловкими магами в мире. Кроме того, маги ветра единственные, кто может летать до достижения святого уровня. Слова и манеры Трия всецело передавали любовь, которую он испытывал к магии ветра. Хотите ли вы, используя лишь собственную силу, взлететь выше неба, чтобы взлететь как можно выше и парить, созерцая прекрасные пейзажи горных хребтов? Как замечательно то чувство и сколько людей желает его ощутить. Глаза многих детей, которые до этого просто сидели и слушали, начали светиться от восторга. Полет? Кто бы этого не хотел? Маги святого уровня могут летать, да, но Академия Эрнст может выпустить такого ученика в лучшем случае только один раз на столетие. Но мы маги стиля ветра, уже по достижении пятого ранга, можем исполнить заклинание парения, уверенным голосом сказал Три. И маги стиля ветра необычайно быстры. Когда они выполняют заклинание сверхзвуковой, они могут значительно увеличить свою скорость. Но, конечно, это только базовые техники. Легендарное запрещенное заклинание, сметающая буря, самое мощное разрушительное заклинание из всех. Среди запрещенных атакующих заклинаний в бою один на один, самым мощным можно назвать, пространственное лезвие. Голос Трия был преисполнен благоговение. Большинство молодых учеников смотрели широко раскрыв глаза. Хаймымым, как можно сметающую бурю считать наиболее мощным разрушительным заклинанием. Что насчет моего заклинания стиля земли, обрушивающие небеса, дрожь земли или падение небесного метеора? Деринг Кауэрт, услышав слова Трия, был возмущен. Дедушка Деринг, что за заклинание пространственное лезвие? Спросил Линлой. Учитывая, что дедушка Деринг ранее не упомянула заклинание пространственное лезвие, Линлой предположил, что, возможно, это заклинание действительно было самым мощным заклинанием атакующего типа в бою один на один из всех. Заклинание пространственное лезвие? Оно может разрезать стену огромного размера. Конечно, оно мощное. Но, хотя оно действительно сильное в бою один на один, оно применяется единожды, то есть один выстрел. Как оно может сравниться с нашим заклинанием стиля земли мировой защитник, который может без остановки сражаться с врагом? Деринг Кауэрт придирался и уклончиво отвечал. Но Линлой мог точно сказать, это заклинание пространственное лезвие явно обладало ужасающей силой. И скорее всего, оно было не таким простым, каким дедушка Деринг пытался его описать. Заклинание на один выстрел? Даже разового заклинания может быть достаточно, если противник не сможет увернуться. Если я смогу стать воином драконии крови, а также использовать магию стиля ветра, а затем... Сердце Линлой начало биться чаще. Немного погодя успокоившись, он просто продолжал слушать лекцию. Линлой был заинтригован магией стиля ветра все больше. Каждый из элементов земли, огня, воды и ветра содержал свои тайны, которые были столь же глубоки, как моря. Безграничные магические знания были обширны, словно океан. И только теперь Линлой начал погружаться в его глубины. Том 2. Глава 17. Период обучения, часть 1, весна закончилась и наступила осень. В мгновение ока Линлой провел полгода в Академии Эрнст. В эти школьные дни Линлой был как человек, страдающий от жажды в пустыне, дорожил каждой каплей знаний, отчаянно закладывая основы магии. Касаемо магии стиля ветра, знания и силы Линлой продолжали расти. Деринг Ковард давал указания так часто, насколько это было возможно. Сегодня солнце светило очень ярко и красиво. Четыре товарища из дома 1987 закончили обедать. Они были одеты в комплект небесно-голубых мантий, которые являлись официальной школьной формой Академии. Из-за постоянных физических тренировок внешний вид Линлой был очень привлекательным. Его изящная фигура была покрыта небесно-голубыми одеждами. Вот почему довольно многим девушкам в классе магии ветра нравилось общаться с Линлой. В данный момент четыре друга гуляли, весело болтая. Эй, Линлой, сегодня мы собираемся посмотреть на новые сообщества учеников. Ты пойдешь? Джордж захохотал. Джордж любил участвовать во встречах учеников. В этом деле он был превосходен. Джордж легко отслеживал новости и заводил новые знакомства. Хотя в Академии он учился только полгода, среди учащихся первых классов в Академии Эрнст Джордж стал главным заводилой и баламутом. Нет, ответ Линлой был кратким и прямым. Ха-ха, я знал, что Линлой наверняка не пойдет. Рейнольдс громко рассмеялся. Положив руку на плечи Линлой, ель вздохнул. Линлой, дружище, не нужно быть настолько прилежным, когда дело доходит до обучения. Благодаря твоему таланту, даже если ты просто будешь тратить немного усилий, в 30 лет ты легко можешь стать магом шестого ранга. Зачем тебе работать так усердно? Ты должен научиться расслабляться и наслаждаться жизнью. Есть много симпатичных девушек, которые хотели бы пообщаться и познакомиться с тобой. Правда, очень милые девушки. Рейнольдс широко открыл глаза и кивнул. Линлой мог только беспомощно вздохнуть. Под влиянием ель, такой невинный ребенок как Рейнольдс начал сбиваться с пути. Ель, извращенец, хватит заставлять меня. Ладно, мне пора на тренировку. Завтра конец месяца, увидимся позже. Линлой засмеялся. Последние два дня каждого месяца Линлой позволял себе брать перерыв на отдых. Зная темперамент Линлой, ель, Рейнольдс и Джордж кивнули. Линлой сразу же ушел, тихо, но быстро, направившись в горы за школой. По пути в горы, он прошел мимо тысяч учеников академии, которые обучались новым заклинаниям магии. В целом академия Эрнст была плотно населенным местом. По дороге в горы то и дело встречались ученики в такой же форме. Рычание, зазвучал низкий рык. Линлой повернулся, чтобы посмотреть и его глаза засияли. Магический зверь с развивающейся гривой, голубой пятнистой шерстью и четырьмя толстыми сильными конечностями. Пара глаз, наполненных дикостью, злобой и холодной яростью. Сверкая, они заставляли людей вокруг бесконтрольно дрожать. Магический зверь, штормовой волк. Страшный магический зверь двигался так быстро, словно он поток ветра. Худшее, с чем можно было столкнуться в лесу, это стая магических зверей штормовых волков. Если вы столкнулись с ними, то благодаря их скорости у вас не будет ни единого шанса сбежать. Красивый темноволосый человек сидел верхом на штормовом волке. Юноша надменно смотрел вокруг себя, казалось, он очень гордился тем, что у него такой замечательный магический зверь. Это должно быть волшебное животное пятого или шестого ранга, решил Линлой. В академии Эрнст было действительно довольно много людей, у которых были магические звери. Помимо магов, которые были приглашены в академию, некоторые ученики в пятом и шестом классе могли купить свитки порабощения души и им удавалось приручить некоторых магических животных, чтобы те служили им в качестве питомца. Это просто магический зверь. Зачем так этим гордиться? Линлой смотрел несколько презрительно на этого самодовольного юношу. Выйдя с территории школы, Линлой направился прямо в горы. Горы позади Академии Эрнст были чрезвычайно огромны. Давным-давно в этих горах жили магические звери, но время шло и все они были уничтожены магами Академии. Сегодня здесь обитали только обычные звери, дайте, в небольшом количестве. Войдя на гору, скорость Линлой резко возросла. Он сразу начал использовать заклинание магии ветра сверхзвуковой. В этот момент все его тело покрылось зеленоватым светом, как призрак он помчался по горе. После нескольких километров Линлой достиг места назначения, это было пустой пространством рядом с небольшим ручьем. Писк-писк, Биби ворчала на Линлой. Линлой усмехнулся и сказал, ты хочешь выйти и снова поиграть? Хорошо, но не убегай слишком далеко. Линлой доверял Биби. Прошел уже год с момента их встречи и хотя Биби до сих пор так и не смогла подрасти, и, оставаясь 20 сантиметров в длину, ее скорость значительно увеличилась. Маг, возможно, воин восьмого ранга и смог бы поймать маленькую призрачную мышь, но что касается магов, то только маг святого уровня смог бы повторить этот трюк. Линлой отлично понимал, на что способны маги. Маленькая призрачная мышь Биби сновала в горных лесах. Дедушка Деринг, пожалуйста, выйди и дай мне урок, мысленно произнес Линлой. Из кольца вылетел белый туман и превратился в Деринга. Деринг Кауарт моргая смотрел на Линлой. Линлой, что происходит? В прошлом, ты всегда игнорировал меня и первым делом входим в медитативное состояние. Почему ты позвал меня сейчас? У меня был такой замечательный сон, Хэм. Ты прервал такой прекрасный сон. Линлой стиснул губы. Дедушка Деринг был магом цветового уровня, но познакомившись с ним поближе, Линлой понял, что хотя он выглядел добродушно и дружелюбно снаружи, внутри он был игривым негодяем. Дедушка Деринг, я чувствую, что я достиг уровня мага второго ранга. Я хочу, чтобы ты взглянуть и проверил это, словно и не замечая слов дедушки Деринга, сказал Линлой. Маг второго ранга, заинтригованно Деринг Кауарт сделал кое-какие расчеты. Хэм, да, около года прошло с момента начала нашего обучения. Хорошо. Во-первых, предварительно выполни заклинание «Раскол скалы». Сделай все возможные, понял? Раскол скалы можно считать заклинанием, которое усиливается с ростом самого мага. Заклинание «Раскол скалы» можно было выполнять, будучи магом первого ранга, но стоит отметить, что если заклинание «Раскол скалы» выполняет маг святого уровня, то его уже называют падение небесного метеора. Естественно, когда сила мага стиля земли вырастает, то сила его заклинания «Раскол скалы» также увеличивается. Да, дедушка Деринг. Линлой сразу же начал тихо нашептывать слова заклинания. Слова заклинания были уже давно заучены Линлой, причем до такой степени, что он мог повторить их не думая. Произнося слова заклятия Линлой чувствовал, как весь его дух переходит в особый режим. Магическая сила стиля земли начала скапливаться в груди вместе с природной сущностью элемента. Вдруг земля рядом стала трескаться и разрушаться. Пять камней размером с голову взлетели и начали кружить вокруг головы Линлой. Камни были покрыты тусклым светом цвета глины, глаза Линлой начали сиять, он протяжно крикнул. С порывами ветра, пять камней полетели вдаль. Удар. Пять камней, окутанных частичками глиняного света, врезались в толстый ствол дерева. Дерево покачнулось, но его ствол остался нерушим. Затем все пять камней упали обратно на землю. Да, неплохо, глаза Деринг Ковард сверкнули. Контроль одновременно пяти камней с такой впечатляющей скорость доказывает, что ты и в самом деле достиг сил мага земли второго ранга. Деринг Ковард был очень доволен Линлой. Линлой заметил намек на улыбку на лице своего учителя. Он сделал еще один шаг навстречу своей цели. Линлой никогда не забывал слова отца, сказанные ему на прощание. Если ты не сможешь вернуть нашу семейную реликвию, я не прошу тебя, даже если умру. Эти слова пронзили сердце Линлой словно острый нож и он постоянно напоминал себе о них. Сейчас Деринг Ковард счастливо посмеивался. Но, Линлой, ты должен понимать, что маг второго ранга незначителен. На основе нашей системы рангов, маги первого и второго ранга считаются новичками. Маги третьего и четвертого рангов считаются магами среднего уровня, а пятый и шестой ранг говорит о высоком уровне мага. Мага седьмого ранга называют старшим магом, мага восьмого ранга мастер маг и маг девятого ранга архимаг. Ранги с седьмого по девятый считаются высокими и труднодостижимыми. Так что у тебя впереди еще долгий путь. Я знаю, Линлой кивнул. Хорошо, тренируйся усердней. Деринг Ковард вернулся в кольцо извивающегося дракона. Линлой собрался, подавляя волнение, возникшее после того, как он узнал, что стал магом второго ранга. Линлой уселся и вошел в медитативное состояние. Он становится все сильнее и сильнее, но это были только первые шаги к обретению реальной силы. Примерно в трех километрах от Линлой. Учитель магии стиля ветра, маг шестого ранга три и нахмурился. Хаймым, магия стиля земли раскол скалы. Судя по его силе, он должен быть магом второго ранга. Маг начального уровня пришел в горы тренироваться. Интересно, кто это? В этот момент три использовал заклинание разведка ветра и ощутил магию стиля земли, которую только что использовал Линлой. Основываясь на магических вибрациях, три смог определить, какое заклинание было использовано. Трей с любопытством направился в этом направлении. Благодаря мастерству мага шестого ранга, его исполнение заклинания сверхзвуковой было гораздо сильнее, чем у Линлой. Как мимолетный туман или облако, три легко и спокойно протекал через горы. В мгновение ока, три достиг расстояния в 200 метров от Линлой. Стоя рядом с большим деревом, три издалека увидел его. Это он? Естественно, три узнал собственного ученика. Его зовут Линлой, он довольно молчалив. Даже когда все экспериментируют с новыми заклинаниями, пробуя исполнить их, он обычно просто стоит и смотрит издалека, не показывая свою силу. Кажется, этот парень Линлой уже стал магом второго ранга. Я помню его, он один из наших новых учеников. Не ожидал, что он настолько талантлив. Линлой уже умел колдовать, поэтому, когда преподаватели давали другим ученикам попробовать исполнить заклинания, он просто стоял и смотрел. Никогда не принимая участия ни в какой групповой активности, скрытность Линлой была признана всеми, кто его знал. Хе-хе, похоже я нашел гения среди моих студентов. И мы, кажется, в этом году, я должен получить награду, когда начнутся соревнования среди классов. На лице Трия засверкала улыбка. Что касается Линлой, сейчас, находясь в медитативном состоянии, он не мог чувствовать ничего дальше, чем в 100 метрах от него. Том 2. Глава 18. Период обучения, часть 2, после того, как Линлой стал магом второго ранга, прошел уже месяц в первом классе магии ветра. Несмотря на то, что Линлой посещал занятия по магии земли лишь раз в месяц, он присутствовал на каждом уроке магии ветра. Сегодня Линлой сидел на своем обычном месте. Линлой, ты пришел, как только Линлой сел. Очень красивая молодая девушка сразу присела рядом с ним. Увидев девочку, Линлой улыбнулся. Дилия, ты пришла довольно рано. До начала следующего занятия еще много времени. Сидеть рядом с красивой девочкой было, конечно, приятно. И естественно, Линлой бы не стал ее отталкивать от себя. Дилия не была обычным ребенком. Ее брат Дикси был гением номер один во всей Академии Эрнст, и считался талантом, который появляется лишь раз в несколько столетий. Он, как и Линлой, был магом двойного элемента, но в отличие от Линлой обладал не только исключительной предрасположенностью к сущности его элементов. Намного важнее было то, что его духовная сущность превышала в 68 раз уровень обычного человека, что считалось непревзойденным талантом. Как сестра Дикси, Дилия, естественно, была тоже довольно необычной. Это потому что я знаю, что ты всегда приходишь рано, сказала Дилия. Ее глаза словно светились. Парочка продолжила сидеть и дружелюбно болтать друг с другом. Время прошло довольно быстро, и прежде чем они поняли это, занятие уже началось. Преподаватель Три энергично вел урок, а Линлой сидел и внимательно слушал. Но Дилия, время от времени, кидала быстрый взгляд в сторону, где сидел Линлой. Так, ладно, сегодняшнее занятие закончено. Но перед этим я должен сообщить вам всем о кое-чем. Преподаватель Три улыбался, когда говорил. Все ученики немедленно начали перешептываться. Ученики постарше знают, что у нашей Академии Эрнст есть традиция. В последние два месяца учебного года проводится ежегодный турнир. Этот турнир всегда самое шумное, энергичное время в Академии Эрнст. Ученики, которые побеждают на ежегодном турнире, получают шанс получить наивысшую оценку и называться гениями из гениев после окончания своего обучения в Академии. После окончания обучения такие ребята получают отличный шанс быть замеченными и приглашенными на службу четырьмя великими империями, улыбаясь рассказывал Три. Все ученики сразу заволновались. В Академии Эрнст таланты были столь же распространенным явлением, как облака на небе. И основной задачей было выделить их среди других. Таким образом, ежегодный турнир для большинства – это путь к известности и славе. Около 90% учеников не оставляли без внимания турнир и все, кто имел хоть какие-то способности, принимал в нем участие. Естественно, мы маги ветра также будем участвовать и сражаться за призовые места. Все, кто хочет зарегистрироваться, пожалуйста, подойдите ко мне, сказал преподаватель Три с улыбкой на лице. Затем, осмотрев аудиторию, его взгляд на мгновение задержался на Линлой. Преподаватель, я хочу зарегистрироваться, многие ученики немедленно начали выкрикивать, отлично. Преподаватель Три вынул утиное перо и начал записывать имена, но после того, как он записал приблизительно 10 имен, он понял, что Линлой просто продолжал болтать с Далией, не проявляя абсолютно никакой заинтересованности к регистрации. Три подошел. Линлой невольно поднял глаза и немедленно с уважением произнес преподаватель Три. Дилия также проявила свое почтение. Три улыбнулся и кивнул. Линлой, этот ежегодный турнир, прекрасная возможность потренироваться. Я ожидаю, что все наилучшие ученики первого класса примут участие. Почему ты не зарегистрировался? Это редкая возможность. Я не заинтересован, сказал Линлой. Преподаватель Три удивился. Линлой, ты, возможно, не в курсе, что победители турнира получат некоторые награды, словно не замечая ответа Линлой продолжил преподаватель Три, надеясь соблазнить его этим. Награды? Линлой были очень нужны деньги. Финансовое положение его клана было в ужасном состоянии. Если бы он мог выиграть хоть немного денег, он был бы не против посетить ежегодный турнир. Да, ты должен знать, что большинство учеников живет в обычных зданиях. Но трем лучшим участникам турнира позволено жить в двухэтажных высоких зданиях в течение года. Это доказательство их статуса. Комнаты там намного удобнее, преподаватель Три продолжал. Линлой понял. Всего на территории располагалось несколько двухэтажных зданий и большинство из них принадлежало сильным магам седьмого или восьмого ранга. Из того, что он услышал, он понял, что лучшим трем ученикам первого класса тоже разрешали в них жить. Лучшие жилищные условия? Но Линлой это не особо заботило. Мне неинтересно, Линлой не изменил своего мнения. Преподаватель Три начал переживать. Будучи учащимся шестого класса, он мог бы получить награду и авторитет, если один из его учеников станет одним из трех лучших среди первоклассников. Как правило, все молодые люди считали это важным. Преподаватель Три наклонялся к Линлой и прошептал. Линлой, ты беспокоишься из-за необходимости раскрыть свои способности? Я знаю, что ты маг второго ранга. Услышав эти слова, Линлой удивился. Как преподаватель Три узнал о его уровне способностей? В конце концов, было трудно судить о способностях человека лишь из-за очевидных внешних факторов. Видя выражение лица Линлой, преподаватель Три подумал, что попал в десятку. Он засмеялся. Линлой, если ты обладаешь хорошими способностями, ты не должен скрывать их. Даже если ты решишь не участвовать в соревновании из-за нежелания раскрыть свои способности, то я ведь могу просто разоблачить тебя. Делайте, что хотите. Мне все равно неинтересно. Линлой встал и вежливо попрощался. Прощался. Прощайте, преподаватель. И затем, игнорируя изумленный взгляд на лице Трия, он ушел. Ха-ха. Удивительный ребенок, после того, как Трия пришел в себя, он не мог сдержать смех. Делия также не сдержалась и захихикала. К тому времени, как занятие закончилось, было уже почти шесть часов вечера. На небе потихоньку смеркалось. Линлой побежал к своему дому. Братья по дому из здания 1987 сильно подружились и всегда ужинали вместе. Линлой, ты вернулся, кучерявый темноволосый мальчик из здания 1986 тепло произнес. Гарри Халли, ты уже ужинал? Линлой улыбнулся в ответ. Линлой был в превосходных отношениях с большинством соседей. Гарри смеялся и кивал. Конечно, твои друзья уже ждут тебя внутри. Линлой вернулся. Давайте уже есть. Прозвучал голос Ель. Сидя в доме, Ель услышал голос Линлой. Ель, Рейнольдс и Джордж вышли и дружно помахали Линлой. Четыре брата пошли в сторону столовой. В Академии Эрнст располагалось много роскошных ресторанов, но после долгих уговоров Линлой, Рейнольдсом и Джорджем, Ель больше не водил их туда. Блюда в небольших столовых были простыми, свежими и приятными на вкус. Сделав свой заказ, друзья начали болтать между собой. Линлой получал большую часть всех новостей относительно событий в Академии именно от своих друзей и все потому, что он проводил практически все свое свободное время на горе до наступления ночи. Ребята, приблизительно через месяц заканчивается учебный год. В последние два месяца года почти все ученики Академии принимают участие в ежегодном турнире. Лучшим трем из них в каждом классе разрешают жить в тех двухэтажных зданиях в течение года, сказал Ель. Ежегодный турнир? Линлой засмеялся. Он только что услышал об этом в классе. Ха-ха-ха, я определенно пойду, сказал уверенным тоном Рейнольдс. Ель скривил губы. Ты стал магом первого ранга на пути от Империи Абрайан к Академии Эрнст. Я держу пари, что к настоящему времени тебе осталось недолго до становления магом второго ранга. Это действительно несправедливо. Рейнольдс провел целый год в дороге, чтобы добраться сюда. Во время поездки семейный дворецкий Рейнольдса преподавал ему магию, поэтому он и стал магом первого ранга, прежде чем он прибыл сюда. Джордж улыбнулся Линлой. Ха, вы забываете о Линлой. Он уже был магом первого ранга к моменту, когда он поступил в Академию. К тому же, он просто повернут на тренировках и является магом двойного элемента. Я думаю, что он наверняка самый сильный человек в нашем доме. Линлой улыбнулся. Джордж, не льсти мне. Линлой, ты уже маг второго ранга? Будь честным, Джордж уставился на Линлой. Как он мог достичь второго ранга так быстро? От начала обучения до достижения первого ранга должен пройти как минимум год. Но для достижения второго ранга необходимо потратить по крайней мере два года. Сидевший по соседству Рейнольдс хмурился, когда говорил. Два года не являются обязательным правилом для всех. Я тоже чувствую, что Линлой действительно что-то скрывает от нас. Ель тоже смотрел на Линлой. Линлой, ты уже стал магом второго ранга? Линлой легонько кивнул. Что сложного было для Линлой в достижении второго ранга? Уже перед тестом на способности он был магом первого ранга. Целый год прошел с тех пор. Если бы он все еще не стал магом второго ранга, то вся его тяжелая работа была бы полностью бессмысленна. Ты действительно достиг этого? Глаза Ель, Рейнольдса, Джорджа словно вылезли из орбит. Ни один из них не ожидал, что их догадка окажется правдой. Ты должен принять участие в ежегодном турнире, Линлой. Дай тем парням хорошую взбучку и сделай дом 1987 известным. Не раздумывая произнес Ель. К этому моменту официанты уже успели принести блюда, которые они заказали. Ешьте, ешьте. Я не интересуюсь ежегодным турниром. У Линлой не было никакого интереса к конкуренции с более слабыми, чем он сам. Этот турнир был ничем иным, как упражнением в хвостовстве. Все они знали, как старательно Линлой тренировался. Хотя в их возрастной группе были гении, у которых были исключительные уровни предрасположенности к сущности элемента и духовной сущности. С точки зрения трудолюбия, ни один из них не мог сравниваться с Линлой. К тому же, Линлой был магом двойного элемента. Все трое полагали, что Линлой был самым сильным среди учеников первого класса. Ты упустишь хорошую возможность, если не поучаствуешь. Кто-то другой получит славу на ежегодном турнире, пробормотал Ель. Жаль, что я недостаточно силен. Если бы у меня была твоя сила, Линлой, я бы давно продемонстрировал ее. Тогда я был бы в состоянии обольстить некоторых симпатичных девочек. Линлой засмеялся. Хватит. Давайте уже перекусим. И прекратите фантазировать. Линлой действительно ни малейшим образом не заботился о ежегодном турнире. Но большинство учеников Академии Эрнст сильно переживали в преддверии этого события. И не только ученики, даже некоторые из полноценных магов, проживающих в Академии Эрнст, наверняка обратят свое внимание на результаты турнира. Том 2. Глава 19. Кто номер один? Часть 1. Гора позади Академии Эрнст. Спокойное и безмятежное место. Слегка слышно и журчание воды издает текущий в горах ручей. Рядом с ним скрестив ноги сидит Линлой. Слушая шум воды, он естественным образом вошел в медитативное состояние, и вся находящаяся рядом сущность земли и ветра сразу начала сиять. Вся местность на расстоянии 10 или около того метров вокруг Линлой стала отчетливо видна. Сущность земли и ветра проходила через тело Линлой, через все четыре конечности. Его плоть, кости и внутренние органы, каждая клетка его организма поглощала сущность природных элементов. Медленно, но решительно, мощь его тела продолжает расти. Кроме того, большая часть сущности земли и ветра после очищения собиралась в Шандантянь в центре груди. Всплеск, всплеск. Вода в ручье текла не переставая. Рядом с ним маленькая призрачная мышь бибежевала дикую утку. Сцена была естественной, будто она сошла с холста художника. Здесь царили мир и гармония, но в то же время, в Академии Эрнст было чрезвычайно шумно и оживленно. Тысячи учеников, а также множество магов и даже важные персоны из внешнего мира находились в Академии Эрнст, наблюдая красочные сражения. Ежегодный турнир. Все ученики Академии Эрнст являли собой гордые и благословенные небом таланты. Каждый из боев был удивительным и его было приятно созерцать. Среди учеников из первых классов, шары земли, вспышки молнии и лезвия ветра пролетали то здесь, то там. Но бои учеников третьего и четвертого классов действительно поражали воображение. В бою использовались различного рода заклинания защиты и атаки по большой области пространства. Такие заклинания как раскол скалы вызывали десятки или даже ближе к сотне крупных булыжников, которые тут же устремлялись атакой к противнику и молнии били без остановки во все стороны. А что же пятые и шестые классы? Это было страшное зрелище. Всевозможные виды поразительных заклинаний постоянно мелькали перед глазами, заполняя все пространство нескончаемым потоком звуков взрыва. Наблюдавшие за сражением ученики без остановки кричали, создавая громкий рев толпы. Эмоции публики уже почти достигло своего пика. Практически все люди Академии собрались здесь. Ежегодный турнир продолжался чуть больше месяца и естественно этот месяц в Академии был самым диким и волнительным за весь год. Во время этого лихорадочного периода Линлой лишь изредка наблюдал за сражениями пятого и шестого классов. Все остальное время он самостоятельно спокойно тренировался. Этот турнир действительно требует сражения, но атаки в процессе боя не должны быть смертельными для противника. Как такое соревнование может привести к настоящей конкуренции, когда ты связан по рукам и ногам? Под влиянием Деринга Кауарта Линлой также стал смотреть на такого рода соревнования с презрением. Линлой, сейчас важно тренироваться и наращивать свои силы. Набираться боевого опыта будем, когда ты станешь магом пятого ранга. Затем войдем на горный хребет магических зверей и проведем серию сражений, где от победы будут зависеть твоя жизнь и смерть. Деринга Кауарт убеждал Линлой. Отель Хуадели, самый дорогой отель и ресторан в Академии Эрнст. Сегодня еле угощал своих друзей изысканной едой. На первом этаже отеля Хуадели, полотеля был гладким и блестящим, словно зеркало. Ряд красивых официанток учтиво стояли в сторонке, готовые обслужить клиента в любой момент. В отеле Хуадели было много мужчин и женщин, одетых в форму Академии. Те, кто были в состоянии позволить себе посещать это место, как правило имели хорошее финансовое состояние. Обычный стол в этом отеле мог стоить несколько десятков золотых монет. Если бы Линлой пришел сюда сам, он безусловно не смог бы себе это позволить. Ежегодный турнир только что завершился и все ученики в отеле обсуждали его результаты. Большинство находящихся здесь людей были молодыми, но за одним столом сидели четыре парня, которые были явно младше остальных. Я злюсь при появлении мысли о соревновании в этом году. Я был так близок, так близок к выходу в полуфинал. Может быть, я был бы в состоянии даже войти в первую тройку. Рейнольдс был крайне недоволен своим результатом. Рейнольдс был младшим из четырех, а также самым гордым из них. Ель рассмеялся. Проиграть действительно было позорно. Я не ожидал, что номером один в конце станет Рентланде. Джордж усмехнулся, но ничего не сказал. Джордж был дружелюбным парнем и не обижал почти никого. Рент, верно? Я слышал, вы ребята обсуждали его раньше. Он был одним из тех новичков, которые имели исключительную предрасположенность к сущности элемента и духовной сущности, верно? Вспомнив имя Рент, поинтересовался Линлей. Джордж засмеялся и кивнул. Правильно. Он обладает большим талантом. Еще до начала обучения его духовная сущность достигла уровня мага второго ранга. Все, что ему нужно было сделать в этом году, так это накопить побольше магической силы. Для мага второго ранга занять первое место на соревновании среди учеников первого класса не является сложной задачей. Полагается лишь на свой талант. Когда дело доходит до таланта, разве он может сравниться с гением номер один нашей Академии, Декси? Ель скривил губы. Когда он выиграл турнир, я наблюдал за ним с трибун. Вы бы видели, каким самодовольным он был после победы. Я действительно не могу представить, как он будет выглядеть, если на турнирах в будущем он победит в пятом или шестом классе. Чем сильнее становится маг, тем труднее дальше прогрессировать. Именно поэтому большинство учеников в Академии Эрнст были магами высокого уровня. Чем выше ранг, тем была более ожесточенная конкуренция. Рейнольд скивнул. Я тоже недолюбливаю его. В нашей школе гений номер один, третьеклассник Декси, он выиграл турнир аж в третьем классе. И вспомните, как он был спокоен. Разница между ними слишком огромна. Более того, самый сильный среди нас первоклассников Неринт. Правильно. Третий брат, ты не участвовал. Если бы там был ты, ХМПФ. Хмыкнул Ель. В зависимости от возраста и стажа, четыре друга начали обращаться друг к другу, как второй брат, третий брат, и так далее. Эй, что вы сейчас сказали? Ленлой и Ель повернули головы. Четыре незнакомых Ленлой парня спускались со второго этажа по лестнице вниз. Их лидером был юноша с волосами золотистого цвета, глаза которого холодно уставились на группу Ленлой. Ель громко сказал. О, так это Рент. Что, ты не расслышал, что мы говорили? Ленлой не мог ничего поделать, лишь беспомощно рассмеялся про себя. Ель не боялся ни рая, ни ада. Ему важно было сохранить свое лицо. ХМ, не думай, что я не услышал. Холодно сказал Рент. Темноволосый юноша, стоявший рядом с Рент, тоже усмехнулся. Он высокомерно сказал. Рент, не спорь с этими четырьмя неудачниками. Они не стоят твоего времени. Рейнольдс, ты что, уставился? Тебе мало того, что проиграл мне на турнире. Губы Рейнольдса, когда он посмотрел черноволосого юношу с презрением изогнулись. И что такого? Тебе просто один раз повезло победить. Почему ты так самоуверен? Лицо темноволосого юноши стало холодным. Джордж улыбнулся всем. Рент, достаточно. Это было неправильно с нашей стороны так небрежно вас обсуждать. Давайте просто забудем об этом. Закрой рот, Джордж. Это тебя не касается. Рент продолжал смотреть на Ель. Ель, последний раз я видел тебя в баре ароматный вяз, твои высокомерные манеры раздражали меня, но я старался не обращать внимания. Но теперь, ты решил быть таким же высокомерным передо мной. Если у тебя есть возможность, приходи и сразись со мной. Или тебе не хватает смелости бороться? После разговора, Рент намеренно издевательски рассмеялся несколько раз. Хотя эти слова заставили Ель взбеситься, он знал, что не так силен, как его противник. В этот момент, многие посетители отеля уже сосредоточили свое внимание на этой ссоре. Многие из учеников высокого уровня Академии Эрнст с любопытством наблюдали за происходящим между двумя группами. Очевидно, что спорившим ребятам было не больше 10 лет. Я знаю этого ребенка с золотистыми волосами. Его зовут Рент. Он выиграл ежегодный турнир среди первоклассников. Я ожидаю, что в будущем он многого сможет достичь черноволосого ребенка. Рядом с ним зовут Риксон Руисин. Он занял третье место среди первоклассников. Да, ты прав, я тоже его знаю. С точки зрения силы, группа Рента сильнее, чем их оппоненты. Это должно быть весело. Группа магов 5-го и 6-го ранга болтали и смеялись, наблюдая за двумя сторонами. Видя, что другие заметили его и слыша, как они хвалят его, как победителя турнира первых классов, лицо Рента стало еще более высокомерным и он посмотрел на Линла и других еще более презрительным взглядом. Хэм, Ренд взглянул на стол, где сидели Линла и остальные. Сок? Вы, ребята, все еще пьете сок? Ох, ель, мне действительно стыдно за вас. Четыре брата из моего дома пьют вино Победы. А вы, ребята, пьете сок? Видя, как Ренд не останавливаясь поливал грязью его друзей, Линлой начал хмуриться. Ренд, мы сюда пришли поесть. Убирайся. Линлой холодным взглядом окинул четырех стоящих рядом ребят. Если бы во время тренировки ему помешал какой-нибудь зверь, он незамедлительно убил бы его. Ох, а это кто? Глаза Рента злобно заблестели, когда он посмотрел на Линлой. Почему я никогда не слышал, что в доме, где живет Ель, был кто-то такой, как ты? В этот момент взгляд Линлой стал еще холоднее. Мгновение. Линлой сорвался с места словно дикий зверь с невероятной скоростью. Зрачки Рента только успели расшириться. Ты. Прежде, чем он смог хоть как-то отреагировать, Линлой уже схватил его за горло и только полагаясь на свою физическую силу поднял его в воздух перед собой. Что? А-а-эй. Рент не мог выдавить из себя ни звука, а его глаза были наполнены страхом. Линлой продолжал холодно смотреть на него. Сердце Рента наполнилось ужасом, его пронизывало ощущение, что он может быть убит в любой момент. В этот момент Линлой почувствовал, как драконья кровь в его жилах начинает вскипать, а его кровожадная природа начала пробуждаться. Линлой не мог ничего поделать и нахмурившись попытался успокоиться, говоря про себя. Это Академия Эрнст. Я не могу убить кого-то без причины. Три ученика, стоявшие рядом с Рендом, застыли, так как были тоже очень напуганы. Свали. Одной рукой Линлой отшвырнул Ренда в сторону, как будто он был не более чем маленькой игрушкой. Том 2. Глава 20. Кто номер 1? Часть 2. К текущему моменту Линлой почти достиг своего максимума как воин второго ранга. Учитывая, что силы обычного воина первого ранга было достаточно, чтобы поднять 100 фунтов веса, воин второго ранга мог легко бросить объект такого веса. Ты кашель-кашель, держась за свое горло Ренд закашлял несколько раз, а затем яростно уставился на Линлой. Ты ты в самом деле? Да. Ель вдруг громко вскрикнул, на его лице читалось сильное волнение. Это было действительно круто. Третий брат. Я не ожидал, что ты уже настолько силен. Этот ребенок такой маленький, но его сила, находящиеся неподалеку маги 5-го и 6-го рангов, были поражены увиденным. В отеле также присутствовали и преподаватели магии. Все их удивленные взгляды были сосредоточены на Линлой. Ребенок, возраст которого всего 12 или 13 лет, смог так небрежно отбросить человека весом около 90 фунтов всего одной рукой. А ведь этот юноша был магом. Эй, Ренд, не ты ли хвастался тем, что ты номер один среди первоклассников? Ель продолжал издеваться. Лицо Ренда покраснело, а его сердце переполняли ярость и стыд. Глядя на Линлой, он отчаянно крикнул. Ты, ты маг? Если ты маг, то сражайся со мной, используя магию. У тебя вообще есть манеры? Благородный маг позволил себе использовать низкосортные умения воина. Ренд был полон гнева и унижения. Он только что выиграл ежегодный турнир первоклассников, но в момент, когда Линлой схватил его за горло и поднял, он был скован мыслью, что его жизнь находилась в руках другого. Верно, если у тебя есть навыки мага, сражайся с помощью магии. Ты ведь ученик Академии Эрнст? Стоявшие рядом друзья Ренда кричали в поддержку. При этом все четверо чувствовали страх к Линлой. Невероятная демонстрация силы Линлой не покидала их мысли. Магия? В ответ Рейнольдс громко засмеялся и нагло заявил. Ренд, ты на самом деле считаешь, что только потому, что ты выиграл турнир первоклассников, ты на самом деле сильнейший среди первоклассников. Мечтай. Номер один среди всех из первого класса, это наш третий брат. Ты? Ты на шаг позади. Третий брат, покажи им насколько ты силен. Ель тоже начал выкрикивать. Джордж, который недавно старался успокоить Ренда, теперь решил высказать свое мнение в лицо. Ренд, позволь мне сказать тебе кое-что. Ты должен знать свой предел. Многие ученики из нашей школы просто не соизволили принять участие в турнире. Не пытайся себя убедить, что ты кто-то особенный. Лицо Ренда становилось безобразнее и уродливее. Вы узнаете правду только после схватки. Ренд, сразись с ним, маги пятого и шестого ранга из старших классов кричали смеясь. Они рассматривали конфликт первоклассников как не более чем забавный случай. В конце концов, Ренд был назван гением, так как обладал неплохими способностями, которые показал на турнире всего в свои 10 лет. Во всей Академии Эрнстон был учеником высшего уровня для своего возраста. Когда еще его кто-либо мог так унизить? Номер один? Ренд выдавил. Верно. Номер один это не просто название. Я его заполучил, конкурируя с остальными. Если у тебя есть способности, то сразись со мной один на один. Ренд был очень уверен в своих магических способностях. Ведь он выиграл ежегодный турнир первоклассников. И, почему менеджер этого отеля все еще не пришел успокоить этих ребят? Некоторые из зрителей начали интересоваться этим. На самом деле, менеджер отеля Хуадели стоял вдалеке и просто не хотел вмешиваться. Потому что он уважал этих учеников. Даже несмотря на то, что они были только младшими учениками из Академии Эрнст, из-за положения некоторых из них он не хотел вмешиваться и вызывать гнев на себя. Особенно гнев Ель. Здесь молодой мастер Ель. Тьфу. Забудьте. Он может делать все, что захочет. Даже если он разгромит весь отель. Это не мое дело. Менеджер отеля потер лоб и беспомощно покачал головой. Он не мог посметь обидеть молодого мастера Ель. При поступлении в Академию Эрнст статус Ель среди членов его семьи только еще больше укрепилось. Хорошо сказано. Номер один не может себя самопровозгласить. Этот титул может принадлежать только победителю. Линлэй стоял рядом, его лицо по-прежнему было холодным как лед, когда он смотрел на Ринда. Ринд, если мы собираемся сразиться в магическом поединке, давай сделаем его немного интереснее. Если ты выиграешь и я случайно столкнусь с тобой на улице, я пойду другой дорогой, чтобы избежать контакта с тобой. Если же выиграю я, ты должен сделать то же самое. Ринд услышав это начал глумиться, и ты называешь это сделать поинтереснее, давай лучше так. Встречайся с победителем, проигравший не только пойдет другой дорогой, после поражения он также должен будет дать 100 золотых монет победителю. Как насчет этого? Линлэй нахмурился. 100 золотых монет? Он получал 100 золотых монет каждый год на проживание. Линлэй не был богат, как некоторые местные ребята. Ха-ха. Ринд, всего 100 золотых монет? И тебе не стыдно озвучивать такие цифры? Как насчет такого, проигравший платит 10 тысяч золотых? Ну как, договорились? Громко сказал стоявший неподалеку ель. 10 тысяч золотых? Услышав эти слова у многих учеников в отеле перехватило дыхание. 10 тысяч золотых монет не маленькая сумма. Позволить себе такой могли только очень немногие ученики, находящиеся в отеле. Немногие могли беззаботно и спокойно сразу принести такую большую сумму. 10 тысяч золотых? Ринд почувствовал дрожь в сердце. Хотя его клан был большим и состоятельным, каждый год он получал только 3 тысячи золотых на расходы и проживание. Он не мог себе позволить приходить и тратить деньги в отеле Хуадели каждый день. Сегодня он пришел только потому, что он и Риксон хотели отпраздновать свое первое и третье место, занятое на турнире. Ха-ха, у тебя нет яиц? Ель вытащил свою магическую карту, размахивая ею перед собой, пока он говорил. Ринд, соглашайся с ним, сказал Риксон. Мы 4 брата в случае чего сможем собрать 10 тысяч золотых монет. Я отказываюсь верить, что эта маленькая шпана, который вылез из ниоткуда, может стать серьезным соперником для тебя. Ринд и его 3 брата переглянулись. Отлично. 10 тысяч золотых? Громко сказал Ринд, а затем усмехнулся в сторону Линдлой. Давайте уйдем, это место слишком мало для битвы. Мы сразимся на арене, где проходил турнир. Если не струсил, следуй за мной. После разговора, Ринд высокомерно покинули отель и его товарищи последовали за ним. Вперед, глаза Ель сияли. Риндс и Джордж были также на взводе. Линдлой утвердительно кивнул и спокойно усмехнувшись сказал. Кто-то решил подарить нам 10 тысяч золотых монет. Как мы можем отказаться? Линдлой, Ель, Риндс и Джордж все вместе покинули отель, направившись непосредственно к арене. В отеле воцарил хаос. Поединок со ставкой в 10 тысяч золотых монет можно было редко увидеть даже между учениками шестого класса. И более того, одним из дуэлянтов был человеком, который только что выиграл ежегодный турнир первоклассников, а вторым таинственным ребеноком, которого никто не знал. Многие посетители отеля сразу же оплатили свои счета и направились в том же направлении. Пол арены был сделан из известника и казался очень крепким. В настоящий момент Ринд и Линдлой стояли друг напротив друга в разных концах арены. На трибунах арены собралась большая группа людей. Так как это было обеденное время, улицы в Академии были переполнены. Поэтому на пути сюда из отеля Хуадели к одному человеку присоединились десятки, к десятками присоединились сотни. И за короткий промежуток времени была собрана огромная публика. Дуэль спарив 10 тысяч монет было более чем достаточно, чтобы привлечь много зрителей. Видя, как много людей уже пришли и как шум настало, на лице Ринда добавилась уверенности. Сегодня я собираюсь участвовать в магической схватке один на один с этим парнем Линдлой. Проигравший платит 10 тысяч золотых монет и пытается избегать встречи с победителем в будущем. «Все, пожалуйста, будьте свидетелями этого события», — самодовольно произнес Ринд. Он наслаждался ощущением того, что за ним наблюдают много людей. Боязнь сцены — это было не про него. Сразу же после того, как Ринд закончил, с трибун сорвалось гулкой «Ура». Во время ежегодного турнира у Ринда было много сторонников, в то время как сейчас Линдлой поддерживали очень немногие. Но Линдлой просто спокойно стоял на своем месте. «Ты закончил?» — спокойно произнес Линдлой. «Высокомерная улыбка не сходила с лица Ринда». Начнем. Риндл и Линдлой почти одновременно начали повторять слова заклинания. Поскольку они являлись лишь магами второго ранга, заклинания, которые они использовали, тоже были первого или второго ранга, и для их активации требовалось лишь несколько слов. «Свист» — семь острых лезвий ветра возникли из ниоткуда и устремились непосредственно к Ринду. Маг второго ранга. Опытные зрители смогли сразу определить его уровень, но Ринд выпустил свое заклинание в тот же момент и пять шаров красного пламени направились в сторону Линдлой. Однако лезвия из ветра были намного быстрее, чем шары огня, и Ринд был вынужден уворачиваться, что представляло собой жалкое зрелище. В свою очередь Линдлой без особых усилий и очень эффектно уклонился от огненных шаров. Одновременно с этим губы Линдлой не переставали шептать. Прошло лишь мгновение, и он выполнил свое второе заклинание. Стиль магии земли — толчок земли. Рокот. Ринд почувствовал, как пол под ногами начал яростно трястись. В этих условиях Ринд не мог сосредоточиться, чтобы произнести вообще какое-либо заклинание. Закончив со вторым заклинанием, Линдлой не мешкая сразу же привел в действие свое третье заклинание, и пять сияющих легким глиняным оттенком света булыжников размером с голову устремились к противнику. Ринд едва мог сохранить свое равновесие на дрожащей под его ногами земли. Об уклонении это так не было и речи. Он всего лишь смог избежать попадания в него двух камней. Бух один из камней врезался в живот Ринда, в результате чего он сразу начал откашливаться кровью. Инстинктивно он выставил блок, пытаясь руками прикрыть грудь. Еще миг и раздались еще два глухих звука удара, после чего тело Ринда было отброшено за пределы арены, будучи пыльным и грязным. Магическая дуэль закончена, Линдлой победил. Линдлой спокойным взглядом окинул лежащее на земле тело Ринда. Он понимал силу своих атак, которые использовал. Ринду понадобится всего лишь месяц, чтобы оправиться от повреждений. Будь он беспощаднее, мог просто направить камни в голову Ринда и скорее всего результатом битвы оказалась бы смерть. Маг двойного элемента второго ранга. Среди нас, первоклассников, есть такой талант, выкрикивали наблюдавшие за поединком первоклассники. Появление мага второго ранга среди учеников первых классов было редким событием, но еще реже случалось появление мага двойного элемента. Этот парень контролировал свою магическую силу очень умело, не говоря уже о ловкости его движения. Некоторые ученики пятого и шестого классов были немного удивлены. В одно мгновение, под шквалом атак огненных шаров, ему без труда удавалось уклоняться и параллельно зачитывать новое заклинание. Исходя из увиденного можно было точно сказать, насколько проворен был Линдлой. Ха-ха, Ринд, ты действительно думал, что ты номер один? Третий брат из нашего дома, просто используя магию, смог так легко растоптать тебя. Ель не переставал громко смеяться. Кашель, кровь, кашель. Ринд встал, сильно прижимая грудь рукой. В глубине сердца Ринд понимал, что последней атакой Линдлой решил помиловать его. Ель, завтра я отдам Линдлой долг. Я пойду с тобой в местное отделение Золотого банка четырех империй, чтобы перевести десять тысяч золотых. Я сдержу свое слово. Ринд долго смотрел на стоящего вдалеке Линдлой. Поражение, которое нанес ему Линдлой, заставило Ринда проснуться и осознать, насколько многогранен мир и насколько туманно слово гений. Даже если ты талантлив, всегда может найтись человек, который окажется сильнее. Линдлой, спасибо тебе, сказал Ринд, слегка кланяясь в сторону Линдлой. Эта картина поразила еле остальных его друзей. Затем Ринд поднял голову, устремив свой взгляд на Линдлой и решительно произнес. Но настанет день, когда я смогу победить тебя. Затем Ринд, опираясь одной рукой на плечи братьев, а другой прижимая свою грудь, ушел домой. Линдлой, ты удивителен. Ты помог нам сохранить лицо. Риндл сразу подбежал и обнял рукой спокойно стоящего в стороне Линдлой за шею. Линдлой начала осматриваться вокруг. Многие присутствующие люди смотрели на него и обсуждали его. Большинство талантливых учеников в Академии Эрнст уже проявили и показали себя. Никто не ожидал, что появится ребенок из ниоткуда и с легкостью победит чемпиона турнира среди первоклассников. Привет Линдлой, меня зовут Данни Данни, я мак воды первого ранга. Я рада познакомиться с тобой. Девушка с золотистыми волосами и стройной фигурой подошла и с улыбкой обратилась к Линдлой. Привет, меня зовут Линдлой. Линдлой не имел привычки разговаривать с незнакомыми людьми слишком долго. К сожалению, я собираюсь сейчас уйти на медитативные тренировки. Закончив говорить, Линдлой выразительно посмотрел на трех братьев. Еле другие понимали ход его мысли и незамедлительно игнорируя всех присутствующих удалились, оставив позади эту молодую леди, которая недовольно нахмурилась. Том 2. Глава 21. Галерея ПРУ, часть 1. Золотой банк четырех империй. Это банк, созданный четырьмя великими империями континента Юлан. Люди, которые были в состоянии завести карту «Магический кристалл» в банке, несомненно, являлись представителями богатейших слоев населения. Учитывая, что сама карта стоит 100 золотых монет, обычные люди просто не будут готовы расстаться с такой большой для них суммой. 10 тысяч золотых монет. Если эти деньги разделить на мешки размером с кулак взрослого мужчины, то таких мешков придется заполнить не меньше 100. Даже большой мешок для риса был бы заполнен лишь наполовину. 100 золотых монет исчезли словно дым. Выйдя из местного отделения Золотого банка четырех империй, который находился в пределах территории Академии Эрнст, Линлей мог лишь вздохнуть. Но теперь, в кармане расположенном на груди, лежала его личная карта «Магический кристалл». Линлей понимал, что пока он живет на территории Академии Эрнст, если он оставит огромную кучу золотых монет в своем доме, куда его поселили, они не будут в безопасности. Самым надежным вариантом было поместить их на карту магического кристалла. Но нужно понимать, что стоимость создания карты была высокой не просто так. Технология их создания оттачивалась мастерами ювелирных дел веками и после создания, каждая карта реагировала лишь на касание руки своего владельца. Вследствие чего никто иной, кроме первоначального владельца, не мог использовать созданную карту магический кристалл. Это и было причиной того, почему цена такой карты достигала 100 золотых монет. Благодаря выигрышу мною 10 тысяч золотых монет, мои расходы на все будущее время обучения в Академии Эрнст полностью покрыты и даже останется лишнее. Я даже могу помочь отцу. Линлей чувствовал себя очень счастливым. Вдруг рука еле оказалась на плече Линлей, сам он насвистывал какую-то мелодию, довольно поглядывая в сторону Рэнда и его друзей. Рэнда и его три брата достали свои деньги, оставленные их семьями на проживание. После того, как они расплатились, у них на четверых осталось примерно 1000 золотых монет. Но, к счастью, учебный год уже подходил к концу. Рейнольдс и Джордж, стоя в стороне, вместе с Линлей улыбались и шутили. Второй брат, третий брат, четвертый брат. Завтра уже конец месяца и мой отец должен скоро приехать. До этого момента я организую карету и ее сопровождение из гвардейцев, чтобы отправиться отдохнуть. Ребята, решайте, куда завтра отправимся. Предложил ель. Может, святая столица? Глаза Линлей, Рейнольдса и Джорджа засияли. Город Финлай, святая столица, был необычным городом. Святая столица, мне кажется, отличной идеей. По дороге сюда из Империи Абрайан, по прибытию, я остановился примерно на два дня в городе Финлай. У меня было не так много возможностей прогуляться и познакомиться с этим городом, поспешно сказал Рейнольдс. Джордж и Линлей утвердительно кивнули. В святой столице есть много интересных мест. Ребята, завтра я возьму вас, чтобы расширить ваши горизонты, загадочно произнес ель. На рассвете следующего дня, позавтраков, ребята направились к главным воротам Академии Эрнст и стали ждать карету, которую должен был организовать ель. Время шло, по истечению двух часов ожидания карета так и не прибыла. Писк, писк, Биби взобрался на плечо Линлей и начал пищать. Даже терпение Биби уже было на исходе. Ель, ты так рано нас сюда притащил, но экипажа до сих пор не видно, несчастным тоном сказал Рейнольдс. В то время как ель виновато извинялся, я ничего не понимаю, они уже должны были прибыть. Стоявший рядом Линлей молча поглаживал пушистую голову Биби. Вот они, ель вдруг громко закричал. Джордж, Рейнольдс и Линлей, которые стоя уже почти задремали, повернули головы в сторону, куда указывал ель. Вдалеке, они действительно увидели четыре кареты и сотни конных гвардейцев, которые двигались в их сторону. Но это было не все. Над караваном парили семь или восемь грифонов, а внизу, среди сотен наездников, около десяти сидели верхом на магических животных, таких как вампирский железный бык и штормовой волк. Сопровождение клана ель поистине огромно, Линлей испытал шок. Глаза Рейнольдса и Джорджа также удивленно сияли. Деринг Коуарт сидел рядом с Линлей, наслаждаясь солнцем. Увидев кавалерийскую дивизию, даже в его глазах промелькнуло удивление. Вскоре, четыре кареты и сотни всадников уже стояли рядом с главными воротами. Даже три мага вышли из академии, чтобы поприветствовать их у ворот. Мужчина средних лет вышел вперед, встав перед каретами. Прежде чем обратиться к трем магам, он зашагал в сторону к ель. Второй дядя, что же вы так долго? Несчастно произнес ель. Второй дядя, услышав ель, сразу рассмеялся и затем произнес. Ха-ха, а ты вырос довольно нетерпеливым? Ладно, твой экипаж готов. В последней карете был определенный товар, но я убрал его, так что теперь у тебя есть место, чтобы сесть. Ты собираешься в святую столицу, верно? Каскаки, возьми с собой еще трех человек для охраны. Ты несешь ответственность за защиту молодого мастера, отдал приказ второй дядя. Находившийся вдалеке лысый всадник сразу спешился, направившись в сторону к ель, подойдя он поклонился. Кас отдает свое почтение молодому мастеру ель. Глаза парившего рядом с Линлей Деринга Кауэрта, все сильнее загорались от волнения. Линлей, твой первый брат, безусловно, является экстраординарной личностью. Взять хотя бы Каса, исходя из его движения и его взгляда, я чувствую, что он является экспертом намного сильнее, чем даже твой дядер Хиллман. Кроме того, ястреб на его плече должен быть магическим животным седьмого ранга, голубоглазый громовержец. Похвала Каса от Деринга Кауэрта, как эксперта, означала, что он, безусловно, был из ряда вон выходящей личностью. Линлей, давай отправляться, быстрее, залезайте в карету и в путь к святой столице. Ель манил остальных своей рукой. Линлей вместе с остальными вошли в карету. Внутри было довольно просторно и даже когда все четверо расселись по своим местам, им было довольно удобно. Как только дверка кареты закрылась, экипаж сразу же направился в сторону святой столицы, городу Финлай. Кассе еще три всадника сопровождали экипаж рядом. В маленьких шкафчиках кареты ребята нашли фрукты, мед, вино и сразу же начали их есть и пить, прямо в карете. Академия Эрнст располагалась всего в 20 километрах от города Финлай, поэтому после приблизительно получаса езды они прибыли к месту назначения. Пассажиры оставили свой экипаж под защитой касса и трех других воинов группы Линлей начала бродить по городу Финлай. Эй, куда вы все? Город Финлай имеет невероятное количество мест для развлечений. В восточной части города располагаются множество роскошных мест с большим количеством красивых официанток, где можно потратить свои деньги, в то время как западная часть города имеет множество музеев и других зданий искусств. Например, знаменитая галерея Пру, Ель был очень хорошо знаком с местностью города Финлай. Красивые официантки? Хорошо, хорошо, давайте отправимся к восточной части города. Глаза озорного проходимца Рейнольдса начали блестеть. Сейчас только день, а это место приносит веселье лишь ближе к вечеру. Но, конечно мы можем пойти туда и сейчас, смеясь ответил Ель. Линлей почувствовал некоторые сомнения по поводу этого места, поэтому решил предложить свой вариант. Ель, забудь об этом, какой смысл нам детям посещать те места? Только что ты упоминал Пру-галерею. Пру-галерея была названа в честь великого мастера Пру, он должен был быть экстраординарной личностью. Давайте посетим ее. Пру на протяжении всей истории континента Юлан был скульптором номер один. Великий мастер Пру, я тоже слышал о нем. В прошлом, одна из его скульптур была продана по цене в несколько миллионов золотых монет. Имя этой скульптуры было Надежда. Только представьте, миллионы золотых монет, так дорого. Печально вздохнул Рейнольдс. Джордж улыбался и уверенно сказал. За всю историю создания скульптур, с начала времен и до текущего момента, было создано бесчисленное их количество. Но великими были признаны лишь десять, каждая из которых могла стоить не один миллион золотых монет. Из этой десятки, три были созданы великим мастером Пру. С тех пор он считается мастером номер один по созданию каменных скульптур. Линлей глубоко вдохнул глоток холодного воздуха. Миллионы золотых монет? Насколько же огромна была эта сумма? Даже если его клан продаст все свое родовое имущество, скорее всего не соберется даже ста тысяч золотых монет. Давайте посетим его, сразу предложил Линлей. Том 2. Глава 22. Галерея Пру. Часть 2. Галерея Пру. Номер один среди галерей искусств скульпторов. Каждый из крупнейших городов на континенте Юлан имел свой филиал галереи имени Пру. Галерея Пру занимала чрезвычайно большое пространство и большинство из тех, кто посещал ее, были видными деятелями культуры и мастерами по созданию скульптур. Во время посещения галереи Пру, если у вас на руках будет одето слишком много показных магических колец или украшений, вас с большой долей вероятности высмеют за отсутствие вкуса. Искусство, изысканность, утонченность. Это место ценит эти вещи больше всего. Плата за вход в галерею Пру одна золотая монета с человека. Динь-дон звук, прозвучал так же четко, как звук журчания ручья в тихом и уединенном месте в горах, в галерее Пру. Этот звон заставил слушателей ощутить мир и покой. Бесчисленное количество людей пересекало двери входа в галерею, в основном дворяне и красивые молодые дворянки, все они были одеты очень стильно. А обычные люди, находясь рядом с галереей Пру, бессознательно вели себя подобающей атмосфере этого места. Когда Линлэ и его братья вместе с Кассом и его подчиненными гвардейцами прибыли в галерею Пру, все посетители сразу узнали форму Академии Эрнст, что они носили. А увидев магического зверя голубоглазого громовержца на плечи Касса, люди становились еще более обходительными и вежливыми. Дядя Касс, пойдем вместе с нами. Остальные гвардейцы пусть подождут нас снаружи, распорядился Ель. Таким образом, Линлэ и его три брата и Касс вошли в галерею. В главном зале галереи Пру стояла большая скульптура в форме человека. Скульптура, которую наблюдали, была лучшей работой великого мастера Пру. Внутри галереи Пру было чрезвычайно тихо и умиротворенно. Практически каждый, независимо от своего статуса, говорил шепотом, чтобы никого не беспокоить. Ель, Рейнольдс, Джорд Шиленлэ рассматривали одну каменную скульптуру за другой. В глубине души они понимали, насколько эти скульптуры были красивы и совершенны. Экспонаты галереи Пру располагаются в трех разных залах. Основной зал – зал экспертов и зал мастеров. В основном зале находились работы, которые некоторые скульпторы разместили для оценки и продажи тем, кому они приглянулись. Каждая работа остается здесь на месяц, а по истечению срока человек, сделавший наивысшую ставку за скульптуру, забирает ее. Но эти скульптуры считаются обычными, в среднем за них можно выручить только несколько золотых монет, а сумму в 10 золотых уже можно считать успехом. Улыбаясь, Ель продолжал объяснять, но зал экспертов имеет отличие. Каждой работе эксперта выделяется небольшое помещение, для того чтобы разместить там свою скульптуру. Получается, что зал экспертов состоит из множества небольших комнат. Если не вдаваться в подробности, то эксперт – это тот, чьи скульптуры способны получить всеобщие признания публике и большинство работ которых стоят около тысячи золотых монет. Что касается зала мастеров, это место по-настоящему удивительное. Святая святых галереи, там расположены совсем малое количество скульптур мастеров. Но цена работы этого зала пугающе высока. Стоимость самых плохих из них превышает десятки тысяч золота, а те, которые были признаны шедеврами и прославили мастеров создавших их, стоят сотни тысяч золотых. Ель в деталях все рассказывал друзьям. Дыхание Линлой перехватило. Любой из шедевров мастера скульптур стоит десятки тысяч золотых монет. Для мастера скульптур деньги действительно не были проблемой. Но создать шедевр для мастера скульптора нелегкая задача, так как естественно они не хотят допускать даже мелких ошибок и недочетов в своих работах. Ель вздыхал, пока говорил. Шедевр, который достоин быть почитаемым на протяжении веков, требует таланта, умений, а иногда и искрыгения. Работы в основном зале могут лишь немного радовать глаз. Давайте войдем в следующий зал. Ель повел их вглубь галереи. Прогуливаясь по галерее ПРУ и слушая спокойную мелодию, Линлой чувствовал, как будто он погружался в море культуры. Как раз в этот момент Деринг Кауарт вылетел из кольца извивающегося дракона и тоже начал оценивать работы искусства поблизости. Ужасно, как ужасно. Как у людей хватает совести показывать художественные произведения такого качества на людях. Несчастно бормотал Деринг Кауарт. Дедушка Деринг Линлой повернулся, чтобы посмотреть на Деринга Кауарта. Это только основной зал галереи ПРУ. Существует еще зал экспертов и зал мастеров ПРУ-галерея. Деринг Кауарт словно пытался что-то сказать, но неожиданно замолк и целиком погрузился в свои мысли. Дедушка Деринг, Дедушка Деринг. Линлой мысленно попробовал позвать его несколько раз, но видя, что Дедушка Деринг был все еще потерян где-то в своих мыслях, Линлой больше не пытался его окликнуть. Он последовал за Ель, Рейнольдсом и Джорджем в зал экспертов. Этот зал действительно отличается от предыдущего. Как и в центре основного зала, здесь также были записаны имена создателей каждой скульптуры с дополнительной информацией о выполненной работе и месте, где ее можно найти. Ель, Линлой и остальные начали входить в разные комнаты, чтобы осмотреть работы. Хотя он мало что понимал в скульптурах, Линлой все же мог почувствовать, что скульптуры экспертов явно отличались от тех, что были в основном зале. Они, казалось, несли в себе какую-то невыразимую грацию и культуру. Пока Линлой погружался в свои мысли, любуясь скульптурами перед ним, вдруг в его голове прозвучал голос Деринга Кауэрта. Неплохо. Эти, по крайней мере, можно считать хоть немного достойным, Деринг Кауэрт хваля вздохнул. Но по сравнению с работами Пру, им предстоит еще длинный-длинный путь. Линлой потерял дар речи. Дедушка Деринг, как эти эксперты-скульпторы могут сравниться с великим мастером Пру. Линлой беспомощно смеялся, покачивая головой. Пру был скульптором номер один за всю историю континента Юлан. Деринг Кауэрт нахмурился. Поглаживая бороду с грустью в глазах, он сказал. Что такое, ты думаешь, что Пру был великим мастером с рождения? Он тоже начинал как обычный скульптор и очень тяжело работал, совершенствуясь и завоевывая свою текущую репутацию шаг за шагом и в конце концов стал истинным великим мастером-скульптором. Линлой был удивлен сказанным, но логика в словах дедушки Деринг определенно присутствовала. Закончив осматривать все работы в зале экспертов, Линлой с друзьями направился в святую святых зал мастеров. Ребята, запомните, когда войдем в зал мастеров, ничего не трогайте. Если вы что-нибудь случайно сломаете, возникнут катастрофические последствия, ель встревоженно наставлял. В результате все дружно вошли в зал мастеров, в котором стояла гробовая тишина. Зал мастеров был очень большим, при этом внутри было очень мало скульптур. Ведь истинных мастеров за всю историю было не так уж много и у каждого мастера имелось только 4 или 5 работ, которые за всю свою жизнь по-настоящему прославились и еще меньше располагалось на стендах в залах разных галерей. Во всем зале на стендах можно было увидеть только 20 или 30 работ. Но хотя работы было мало, когда Линлой и другие смотрели на них, они чувствовали исходящий от них дух, как будто эти скульптуры были живые. О, неплохо, неплохо. «Я не ожидал, что через 5000 лет искусство вырезания каменных скульптур достигнет таких высот», — в изумлении произнес дедушка Деринг. «Если они смогут улучшить свое мастерство еще немного, они даже смогут приблизиться к уровню ПРУ». Молча, словно загипнотизировано, Линлой и другие стояли в галерее и чувствовали, что их дух воздымается. Ночь. Главные ворота Академии Эрнст. Линлой с друзьями сошли с кареты на землю. Второй брат, третий брат, вы двое, тьфу. «Я планировал показать вам, как надо проводить свободное время в таком городе, как Финлай, но вы тьфу, такие легкоранимые. Я уже развлекался в тех местах, когда мне было только шесть лет». Ель продолжал несчастно ворчать без остановки. «Молодец, так держать», — произнес стоявший в стороне Ринольдс. Джорд Шиленлой посмотрел друг на друга, и лишь с горьким выражением лица усмехнулись. «Скорее, открывай ворота», — раздался яростный крик. Линлой и другие невольно повернулись в сторону, откуда раздался крик. Они увидели юношу с кудрявыми волосами с одной стороны и симпатичную девушку с другой, которые несли раненого окровавленного юношу. Лицо юноши, который был весь в крови, было пепельно-белым. Его левая рука была сильно повреждена, и из нее торчали белые сломанные кости, а грудь была покрыта ранами от когтей. Похоже, некоторые из учеников, которые пошли к горному хребту магических зверей были сильно ранены. Что это за группа? Мы еще не провели в Академии Эрнст и года, но уже видели так много учеников с высоким уровнем, которые получили серьезные раны за воротами Академии, вскользь сказал Ель. Горный хребет магических зверей располагался к востоку от Святого Союза. Он располагался довольно близко к Академии Эрнст, где-то примерно в 100 километрах к востоку. Ученики, находящиеся в хорошей форме, смогли бы добраться до горного хребта от Академии Эрнст примерно за полдня. В Академии Эрнст я видел так много магических животных, летающих, бегающих и всяких прочих типов зверей. Но большинство людей, которые владели магическим животным в Академии Эрнст, были либо преподавателями, либо учениками, достигшими уже довольно высокого уровня. Джордж сказав это и восхищенно вздохнул. Четыре брата тоже подошли к главным воротам, как вдруг, Линлей. Знакомый голос прозвучал из-за спины. Повернув голову, чтобы посмотреть, на удивленном лице Линлей появилась счастливая улыбка. Дядя Хиллман. Том 2. Глава 23. Чудесный сюрприз. Возле ворот в углу стоял Хиллман. Улыбаясь, он подошел. Академия Эрнст имеет очень строгие правила. Они фактически отказались меня пускать и отправили охранника искать тебя. Я не ожидал, что ты на самом деле был снаружи. Ель, ребята, идите, я присоединюсь к вам позже. Линлей повернул голову и сказал. Ель, Джордж и Рейнольдс приветливо улыбнулись Хиллману. Затем пошли обратно в академию. Дядя Хиллман, почему вы здесь? Я думал, что вы придете сюда только чтобы забрать меня после окончания семестра. Произнес вопросительным тоном Линлей. Давай поговорим там. Хиллман потащил Линлей в сторону. На его лице читалось выражение сильного волнения. Линлей, у меня для тебя есть замечательные новости, очень замечательная новость. В глазах Линлей появился блеск. Какие новости? Спросил он. Хиллман улыбнулся. Линлей, ты помнишь дату рождения маленького Уэртона? Конечно. 3 января. Что это как-то связано с его днем рождения? Линлей вопросительно смотрел на Хиллмана. Хиллман рассмеялся. Сейчас декабрь. Уэртону почти 6 лет. Только вчера вечером твой отец в родовом зале протестировал маленького Уэртона на плотность драконьей крови в его жилах. И результат теста был ха-ха. Хиллман вновь рассмеялся. Было видно, что ему сложно сдерживать волнение. Пульс Линлей резко ускорился. Плотность крови дракона. Результат теста был. Может быть? Линлей спросил. Неужели, плотность драконьей крови в жилах маленького Уэртона на достаточно высоком уровне? Хиллман громко рассмеялся и кивнул. Верно. Ваш отец был в восторге от результата. Он со мной взахлеб пил вино до раннего утра. Твой отец всю ночь рассказывал, как гордиться вами обоими. Один могучий маг, а другой воин драконьей крови. Ха-ха. Замечательно. Сердце Линлей было переполнено волнением. На протяжении 5000 лет клан Барух проверял своих выходцев на плотность драконьей крови в их жилах. Благодаря тому, что Уэртон прошел тест, бремя по восстановлению былого величия клана Барух теперь не будет лежать только на плечах Линлей. Вдвоем нести этот тяжкий груз 5000-летней великой истории будет гораздо легче. И сейчас, благодаря высокой плотности драконьей крови в жилах Уэртона, ему понадобится всего несколько десятилетий упорных тренировок, чтобы стать великим и всемирно известным воином драконьей крови. Я приехал сюда сегодня, чтобы сообщить тебе эту замечательную новость. Твой отец сказал мне, что сейчас самые сильные жители в городке Вушан это я и он. Мы оба воины шестого ранга. Наш уровень знания и понимания недостаточен, чтобы обеспечить полноценное развитие твоего младшего брата, даже если методы обучения записаны в книге предков. Нам они непонятны. Лицо Хиллмана становилось торжественнее. Таким образом, твой отец решил отправить вашего младшего брата в империю Абрайен на обучение в Академию воинов Абрайен. В этой могущественной военной империи, в лучшей Академии воинов на всем континенте Юлан, твой брат получит лучшего наставника. Линлей согласился с услышанным. Человек, имеющий только огромную грубую силу, но без боевых техник и опыта может считаться только большой, неотесанной и тупой обезьяной. Подождите, Линлей нахмурился и посмотрел на Хиллмана. Дядя Хиллман, стоимость обучения в Академии Абрайен должна быть очень высокой. Хотя они позволяют своим ученикам учиться бесплатно, без сомнения, они крайне беспощадны в отношении выходцев из соседних империй. Линлей отчетливо помнил, как много пришлось заплатить Рейнольдсу, чтобы быть принятым в Академию Эрнст. Хиллман утвердительно кивнул. Ежегодное обучение в Академии Абрайен составляет примерно 5000 золотых монет. Ваш отец хочет, чтобы дворецкий Хирис сопровождал Уэртона в дороге и присматривал за ним. Плата за обучение действительно высокая. За 10 лет придется потратить 50 тысяч золотых монет. 50 тысяч золотых монет можно приблизительно приравнять к стоимости всех владений клана Барух, если все распродать. Вот именно. Дядя Хиллман. Хиллман вопросительно посмотрел на Линлей и увидел, как он вынул карту магический кристалл из кармана. Хиллман был шокирован. Карта магический кристалл? Раньше, когда он был еще солдатом, он видел карты магический кристалл и знал о них. Линлей, откуда у тебя карта магический кристалл? Даже твой отец не имеет такой. Хиллман с удивлением посмотрел на Линлей. Линлей сказал Хиллману. Я выиграл эту карту у богатого парня, который проиграл мне в магическом поединке. Пойдемте в местное отделение Золотого банка четырех империй. Охранники у входа в Академию Эрнст больше не пытались остановить Хиллмана, потому что они узнали Линлей, который покинул Академию сегодня утром. Для Линлей эти деньги были не так важны. Если он сможет помочь ими своей семье, то это его полностью удовлетворит. Город Вушан в зале клана Барух. Хогт сидел и размышлял. Поскольку в его клане появился потомок с требуемой плотностью драконьей крови, ему необходимо дать лучшее воспитание. Даже если им придется стать нищими, это будет стоить того. Это даже не обсуждалось. Кому я могу продать вырезанную из камня плитку из спальни? Филипп слишком скуп, он не даст хорошую цену. Хогт безостановочно размышлял. Необходимо отправить Эртона на обучение как можно раньше. Хогт мучил себя вопросами, как продать имущество своего клана как можно дороже. Вдруг звук шагов. Повернув голову, Хогт спросил. Хиллман, ты вернулся? Ой, что это на твоих плечах? Хиллман бросил сумку через плечо на пол. Сумка, с находившимися внутри мешочками с золотом, врезалась в пол с тяжелым звуком. Очевидно, она была очень тяжелой. Лорд Хогт, Линлей попросил меня передать вам это. Хиллман открыл сумку и затем начал высыпать содержимое мешочков с золотом на пол. Одна за другой маленькие монеты падали на пол, образовав целый холм. И звуки от падающих монет издавали звонкое звучание разносившееся эхом по залу. Мешки с золотой росписью использовались исключительно золотым банком четырех империй. В каждую сумку, как правило, помещалось до ста золотых монет. Золотые монеты? Столько золота? Тут должно быть по крайней мере десять тысяч золотых монет. Хогт удивленно посмотрел на Хиллмана. Ты говоришь, что Линлей попросил тебя принести это сюда? Хиллман торжественно произнес. В общей сложности девять тысяч девятьсот золотых монет. Линлей попросил меня принести это вам. В Академии Эрнст богатый молодой человек участвовал в магической дуэли с Линлей и проиграв, потерял десять тысяч золотых монет. Линлей хранил их на карте магического кристалла и теперь снял все со счета. Хиллман все еще помнил слова, сказанные Линлей служащему банка. Снять все девять тысяч девятьсот золотых монет? Линлей это? Глядя на насыпь из золотых монет, Хогг сразу же замолчал. Том 2. Глава 24. Школа прямого Долота много дней спустя, в Академии Эрнст. Было утро. Линлей съел завтрак и отправился к горам за Академией, готовясь начинать свои тренировки. Когда он шел по дороге из Академии, маленькая призрачная мышь сидела на плече Линлей, наблюдая за тем, что творится вокруг нее. В Академии Эрнст было довольно много человек, владеющих магическими животными и таким образом никто не обращал внимания на то, что у Линлей была небольшая призрачная мышь. Но только в тот момент, тот парень, Линлей, маг номер один среди новичков, прозвучал чей-то четкий голос. Линлей посмотрел в направлении голоса и увидел, что две симпатичные девочки болтали друг с другом, уставившись на него. Когда Линлей поглядел на них, девочки начали тихо хихикать. Похоже, я стал известным, прошептал Линлей. За прошлые несколько дней он часто видел людей, обсуждающих его. Так как он победил Рэнда, победителя турнира для новичков, все молчаливо согласились, что он был экспертом номер один среди первоклассников. О, кто это? Линлей внезапно увидел небольшой силуэт. Короткие золотые волосы, с худощавым как у Рейнольдса телом и холодной аурой, которая исходила от него, пока он шел по дороге. Дикси. Подумал Линлей. Дикси тоже было 9 лет, и по факту он даже был на месяц моложе, чем Линлей. Но этот 9-летний ребенок уже стал магом третьего ранга. Хотя прогрессировать с каждым новым рангом все сложнее, сам факт существования 9-летнего мага третьего ранга был очень удивителен. Это Дикси. Я услышала, что вчера при ежегодном оценочном испытании магов, Дикси показал, что он уже достиг требований для четвертого ранга. Несколько 17-летних и 18-летних девушек тихо перешептывались в стороне. Большинству студентов в третьем классе было больше, чем 16 лет. Маг четвертого ранга. Линлей чувствовал, как его сердце яростно колотилось. Им было по 9 лет, и Дикси был даже моложе, чем он. Но он уже стал магом четвертого ранга, в то время как Линлей имел только второй ранг. С лицом холодным, как лед, Дикси прошел мимо Линлей. Неповторимый гений, Дикси. Никто его возраста не мог быть ему ровней. Из кольца извивающегося дракона появился Деринг Коарт и улыбнулся Линлей. Линлей, между вами двумя фактически нет большой разницы. Когда Дикси поступал в Академию, его духовная сущность была в 68 раз больше, чем у его сверстников. Это означает, что уже перед поступлением, его духовная сущность достигла уровня мага третьего ранга. Именно поэтому, все, что он должен был сделать, это накопить достаточную магическую силу, чтобы стать магом третьего ранга. К настоящему времени он провел в Академии Эрнст еще почти два года, таким образом, стать магом четвертого ранга для него это нормально. Линлей, конечно же, осознавал это. У этого парня был просто слишком большой природный талант. Он родился с огромной духовной сущностью и у него была исключительная предрасположенность к элементам. Очевидно, что он должен был накопить магическую силу довольно быстро. Хотя его начальная скорость развития была очень быстро, я ожидаю, что ему потребуется еще три или четыре года, чтобы продвинуться от четвертого ранга до пятого. И чтобы продвинуться от пятого ранга до шестого, ему потребуется еще четыре или пять лет. Прямо сейчас ты, маг второго ранга, в то время как он имеет четвертый ранг. Но я уверен, что через десять лет ты догонишь его, уверенным тоном произнес Деринг Кауэрт. Но Линлей не верил этому. Дедушка Деринг, чем больший талант человек имеет, тем быстрее он будет прогрессировать. Он обладает намного большим талантом, чем у меня и сейчас между нами разрыв в два ранга. Как я могу догнать его через десять лет? Линлей не был дураком. Его учеба в Академии Эрнст дала ему понять, насколько трудной задачей было для мага развиваться. В прошлом Деринг Кауэрт сказал Линлей, что он станет магом шестого ранга за десять лет, но Линлей всегда сомневался в этих словах. В конце концов, скорость его роста была явно недостаточной. Пока Линлей говорил себе эти слова, он уже прошел через ворота и покинул Академию Эрнст, направляясь в сторону горы. Когда он проходил через горные леса, Деринг внезапно сказал. Линлей, иди в место рядом со склоном горы. Рядом со склоном горы? Линлей был удивлен. Не задавай сейчас слишком много вопросов. Когда ты будешь на месте, я все объясню. Деринг Кауэрт засмеялся. Большая часть обратной стороны горы была покрыта дикой травой и большими деревьями. Но спустя некоторое время Линлей нашел место, которое удовлетворило требования Деринга. Этим местом являлась вершина горы, которая возвышалась на сотни метров над землей. А в центре пика стоял Линлей. Дедушку Деринг, что вы хотите, чтобы я сделал здесь? Спросил Линлей. Смеясь, Деринг Кауэрт сказал. Линлей, ты не поверил моим словам, что я могу помочь тебе достигнуть его уровня через 10 лет. Ха-ха. Линлей, как могущественный великий маг святого уровня, я обладаю методом, улучшающим духовную сущность. Метод, который улучшит духовную сущность. Разве медитации недостаточно для этого? Линлей удивленно уставился на Деринга Кауэрта. Деринг Кауэрт улыбнулся. Линлей, я признаю, что медитации дают очень хорошие результаты. Но после них, каждый чувствует себя чрезвычайно уставшим. Конечно, я чувствую себя уставшим. Медитация использует мою духовную сущность без остановок. Было бы странно, если бы я не уставал. Нахмурился Линлей. Деринг Кауэрт гордо произнес. Но мой метод отличается. Он не требует постоянного использования духовной сущности. Фактически, это форма развлечения. Развлечения? Линлей совсем запутался. Да. И это, создание скульптур. Гордый взгляд появился на лице Деринга Кауэрта. Что удивился Линлей. Как скульптуры в галерее ПРУ. Деринг Кауэрт улыбнулся и продолжил. Когда другие занимаются созданием скульптур, они используют много энергии и истощают себя. Но мой метод каменной лепки имеет отличия. Хотя это тоже утомительно. Но, когда ты полностью освоишь его, ты получишь чрезвычайно хорошие результаты. Вы серьезно? Линлей не мог окончательно поверить в сказанное. Деринг Кауэрт недовольно уставился на него. Линлей, ты не веришь мне? Будучи великим магом святого уровня Пуэнской империи, в прошлом, я сделал несколько скульптур, за которые дворяне мне предлагали миллионы золотых монет. Но как мог я, будучи великим магом святого уровня, быть готовым продать им мои скульптуры, которыми я больше всего гордился? Ты настолько хорош, и почему тогда я никогда не слышал о вашем имени среди других скульпторов? Дедушка Деринг. Подозрительным тоном произнес Линлей. Ты не веришь мне? Деринг Кауэрт еще с более возмущенным лицом уставился на него. Когда-то, когда Пру был только маленьким ребенком, он приехал ко мне и искренне просил меня позволить ему посмотреть на мои скульптуры. После долгого анализа и изучения моих скульптур у Пру случился творческий прорыв, который и позволил ему стать мастером-скульптором такого уровня. Фактически, его можно даже считать моим учеником. Линлей был ошеломлен. Пру Линлей был действительно удивлен. Пру, человека, который считался одним из наилучших скульпторов в истории, можно было считать учеником Деринга Кауэрта. Конечно, работы Пру выполнялись с точки зрения постоянного поиска чего-то более совершенного, но мой метод носит характер полной противоположности. Я назвал свой метод создания скульптур школой прямого Долота. Методы школы прямого Долота разительно отличаются от всех других методов вояния. Этот способ вначале очень утомителен, но со временем он даст прекрасные результаты. Вид непоколебимой уверенности в себе был на лице Кауэрта Деринга. Глядя на Линлей, улыбка появилась на лице Деринга. В прошлом я был единственным членом школы прямого Долота. Сегодня, ты станешь его вторым участником. В своем сердце Линлей был полностью уверен в дедушке Деринге, поэтому он оставил сомнения и решил заняться лепкой с ним. И более того, если слова дедушки Деринга были правдой и он сможет стать сильнее, а также приобрести навыки мастера-скульптора, основываясь только на его методах создания скульптур, Линлей смог бы финансово поддержать обучение своего младшего брата. Письменность существует лишь несколько десятков тысяч лет. Но в древности, прежде чем была изобретена даже система письма, скульпторы уже существовали, Деринг Кауарт сказал со вздохом. Сотни тысяч лет, или даже миллионы лет назад, наши предки уже делали записи своих воспоминаний и свое видение в создаваемых ими скульптурах. Это самый древний метод записи культуры и истории. Линлей кивал. Не существует никакой формы культуры вообще, которая была бы более древней, чем создание скульптур. Профессия скульптора очень сложна, а создание скульптуры с уникальной аурой еще более трудная задача. Чем тяжелее что-то сделать, тем более ценным будет результат, Деринг Кауарт эмоционально вздыхал. Линлей согласился с его словами. Если ты хочешь что-либо нарисовать на холсте, то это можно сделать даже одним штрихом. Но камень довольно неуступчивый материал. Вид камня, качество и его цвет влияют не только на его внешний вид, но и на всю потенциальную и подлинную форму. Мы используем долото лишь для того, чтобы удалить лишнее и позволить его естественной красоте стать более очевидной. Это и есть истинный смысл вояния скульптур. Путь скульптора в действительности – это поиск естественного способа влияния на внешний вид. Когда ваяешь, нужно постепенно двигаться от внешней стороны до внутренней части, медленно вытягивая на поверхность спрятанную форму, таящуюся изнутри. Затем важно медленно, не спеша, удалить все лишнее, позволяя форме стать более ясной. Это позволит скульптору естественным образом ощущать, как его произведение искусства красиво эволюционирует. Стоило только начать, и Деринг Кауарт уже не мог прекратить говорить о скульптуре. Но Линлей мог точно сказать, насколько Деринг Кауарт уважал это искусство. Большинство методов создания скульптур использует много инструментов, таких как, тонкое долото, прямое долото, кривое долото, треугольное долото, нефритовый нож, молотки, пилы и многое другое. Причина использования такого количества инструментов в том, что камень очень устойчив и тверд. Поэтому большинство будет использовать тонкое долото, чтобы вытянуть форму, прямое долото для придания первоначальной формы, треугольное долото. Слушая его, Линлей начал лучше понимать основы ваяния. Деринг внезапно засмеялся. Но мой метод полностью отличается от остальных. Все потому, что мой метод использует только единственный инструмент, прямое долото. Это, то, почему я назвал свой метод ваяния школа прямого долото. Как такое возможно? Вы вырезаете, используя только прямое долото? Линлей немедленно возразил. Например, чешуя рыбы. Как бы вы, используя лишь прямое долото, смогли вырезать это? Это невозможно. Ты не прав. Хотя другие этого бы не смогли, но мы, маги элемента земли и поэтому можем. Уверенно произнес Деринг Кауарт. Маг элемента земли может полноценно ощутить полноту формы камня. Прилагая необходимую силу своим запястьям, мы можем творить из камня, используя только прямое долото. Но, само собой, методы школы прямого долото не являются простой задачей для изучения. Сегодня ты должен купить достаточно острое прямое долото. Каждый день на протяжении трех часов я буду учить тебя ваять из камня. Том 2. Глава 25. Шесть лет журчания ручья как обычно разносилось по округе, в то врем как Линлей сидел, скрестив ноги рядом. В руках он держал прямое долото и каменное образование размером с ладонь. Начать с основ. Я начну с этого маленького куска породы, как обычно начинаю свои тренировки. Линлей сидел в горах в одиночестве за Академией Ернст. Под руководством Деринга Кауарта он начал изучать искусство каменной лепки. В процессе Линлей все больше и больше вникал в тонкости этого вида искусства и со временем он осознал, почему на более поздних стадиях изучения метода школы прямого долота поможет ему в укреплении духовной сущности. Когда другие мастера вырезают, они используют большое количество разных инструментов. Только на процесс выбора инструмента для той или иной ситуации они тратят невероятное количество времени и ментальной энергии. Естественно это утомительно. Каждое произведение искусства для них это пролитый пот и дни кропотливой работы. Но школа прямого долота была иной. В случае с Линлей единственный используемый инструмент это прямое долото, так что не было никакой необходимости выбирать, какой инструмент следует использовать. Естественно уровень сложности создания скульптур был значительно выше из-за использования только одного инструмента. Например, для того, чтобы прямым долотом вырезать тонкие детали из нефрита, где обычно использовался специальный нефритовый нож, нужно глубокое понимание самой формы и сути конкретного камня. Кроме того, большая физическая сила была также не лишней. Например, в местах, которые из-за высокой прочности обычно требуют пил, нужно использовать прямое долото и приложить большие усилия. Конечно, нужно использовать уникальную связь мага стиля земли с породой, чтобы понять его суть. Но не менее важно иметь сильные, натренированные запястья. Для мага второго ранга сила запястья Линлей была неплохой, но ее было достаточно только на то, чтобы вырезать из мелких каменных пород. Если бы он захочет вырезать что-нибудь из большего объекта, силы его запястья просто не хватит. Однако, прямо сейчас Линлей изучал только основы. Когда учебный год подошел к концу, Линлей вернулся в городок Вушен. После Нового года у маленького Уартона и Линлей было только несколько дней на то, чтобы провести время в компании друг с другом. А после, под присмотром дворецкого Хири, Уартон отправится в империю Абрайен. Линлей оставалось лишь с тоской наблюдать, как маленький Уартон уходит. Слезы катились непрерывным градом по щекам шестилетнего Уартона, когда он расставался с десятилетним Линлей и направлялся в путь. Время шло. Линлей по-прежнему проводил довольно много времени в Академии Эрнст и каждый день, конечно же, напряженно тренировался и обучался на горе за Академией. Начался активный период роста молодого Линлей. Отражалось это в чрезвычайно большом аппетите во время еды. Разумеется, и его физическая сила и мускулатура также быстро развивались. В искусстве создания скульптур под руководством Деринга Кауарта и его собственных приложенных тяжелых усилий, Линлей продолжал делать успехи. Закончилась весна, наступила осень, цветы распустились, цветы завяли. В мгновение ока прошли еще три года. Рядом с водопадом в горах за Академией Эрнст. Рев, грохот, сплошным потоком с водопада вода лила как из ведра, врезаясь в образовавшуюся давным-давно водную гладь. Линлей находился рядом с водопадом, орудуя 30-сантиметровым прямым долотом в руке, который ударом за ударом врезался в каменное образование размером с человеческий рост. Из каждого места, куда приходился удар, отлетали осколки камней. Из камня начинал образовываться зародыш очертания статуи. Он работал с утра до вечера и форма статуи начинала приобретать все более четкий силуэт. Взгляд Линлей был полностью сфокусирован на камне. В данный момент, все его бытие было сосредоточено на камне и пронизано им, как будто его сердце стало одним целым с камнем. Находясь в этом прекрасном состоянии, Линлей не замечал течение времени. Ощущение полного единства с природой вызывало бурный рост духовной энергии, который пробивался за прежние границы уровня. Но Линлей не замечал этого, он просто продолжал орудовать прямым долотом и неустанно работать над статуей. Кусочки лишних частей породы продолжали падать, в результате чего каждая деталь статуи становилась все более выразительной. Ко времени, когда зашло солнце, прямое долото в руках Линлей остановилось. Вот так. Линлей легко вздохнул и затем смахнул несколько небольших кусков камня и пыли, оставшихся на изваянии. Перед ним стоял готовый результат. На высоте в полтора метра перед Линлей была высечена мышь. На первый взгляд, ее можно было принять за настоящую мышь. Это заставляло маленькую призрачную мышь Биби нервно пищать. От начала до конца, все было сделано на одном дыхании. Что за удивительное чувство, только теперь Линлей понял, что его духовная сущность резко возросла и окрепла. Паривший рядом в белых одеждах Деринг Ковард весело улыбался. Линлей, начиная с сегодняшнего дня, ты можешь считать, что освоил основы. Ты смог снова ощутить то особое чувство. Но ты должен понимать, что твоя работа еще довольно поверхностна и ее нельзя считать настоящим произведением искусства. Ты бы смог разместить ее в обычном зале галереи ПРУ, но если ты ее там покажешь, то я буду униженным. Уничтожь. Да, дедушка Деринг. Прямое долото в руки Линлей нанесло несколько сокрушительных ударов, в результате чего статуя разделилась на десятки осколков. В этом году Линлей наконец-то освоил азы каменной лепки. И в этом же году Линлей исполнилось 13 лет, день за днем, год за годом. После овладения основами каменной лепки, духовная сущность Линлей начала увеличиваться гораздо более быстрыми темпами. Когда Линлей было 9,5 лет, он стал магом второго ранга, а когда ему исполнилось 11, он достиг третьего ранга. Но к текущему моменту ему уже было 13 и он стал магом четвертого ранга. С каждым новым уровнем магу было все сложнее прогрессировать. В частности, достижение пятого ранга у Линлей должно было занять не меньше трех лет. Но в действительности, в 9996 году по календарю Юлан, когда Линлей исполнилось 14,5 лет, он уже достиг звания мага пятого ранга. Это заняло у него всего полтора года. По факту, он потратил больше времени, чтобы добраться от третьего до четвертого ранга. Это то преимущество, которое давала школа прямого долота. Год 9997 по календарю Юлан был седьмым годом Линлей, который он провел в Академии Эрнст. В этом году Линлей исполнилось 15 лет. Нося небесно-голубой форму Академии, Линлей шел по дороге в Академии Эрнст. На плече Линлей сидела маленькая призрачная мышь Бебе. Хотя прошло шесть или семь лет с момента встречи с Бебе, его тело не выросло и не изменилось ни на йоту. В настоящий момент Линлей был уже ростом в 180 сантиметров и шел уверенной походкой. Земля и ветер – сущности этих элементов постоянно подпитывали его тело. В сочетании с непрерывными тренировками Линлей и преимуществом, даваемым его драконе и кровью, как воин, он уже достиг четвертого ранга. Он мог легко поднять валун, который бы весил не одну сотню фунтов, и разрушить подобный камень своим ударом. А его искусство создания скульптур школы прямого Долота придавало огромный рост его духовной сущности с тех самых пор, как в 13 лет он освоил основы. В начале 9997 года по календарю Юлан Линлей вошел в помещение, где в Академии Эрнст обучались пятиклассники. В том же классе, где обучался гений номер один Академии Эрнст – Дикси. У Дикси ушло три года, чтобы перейти от четвертого ранга к пятому, но он до сих пор не смог прорваться к шестому рангу. 15 лет. Маг пятого ранга. Линлей и Дикси могли по праву считаться ошибками природы. Но в умах большинства учеников Линлей стал еще большей ошибкой, потому что со дня, когда он достиг третьего ранга и перешел в третий класс, ему понадобилось всего полтора года, чтобы добраться до пятого ранга. Поразительная скорость развития Линлей потрясла всех. Теперь Линлей воспринимали на том же уровне, что и Дикси, как публично признанных двух гениев среди гениев от всей Академии Эрнст. Смотрите, это Линлей. Два года назад он стал магом четвертого ранга и всего за год он стал магом пятого ранга. Всего за один год. Слишком поразительно. Готов поспорить, что Линлей станет магом шестого раньше, чем Дикси. Линлей проводит каждый день обучаясь в горах. Я слышал, что в последнее время Дикси тоже начал тренироваться в горах. Скорее всего, под давлением от Линлей. Очень возможно. Учитывая поразительную скорость, с которой прогрессировал Линлей. Очень возможно, что он опередит Дикси и станет гением номером один Академии Эрнст. На улице было множество людей, которые, увидев Линлей, начинали обсуждать его между собой. Как признанный гений Академии Эрнст, где бы и куда бы он ни пошел, люди будут сплетничать. Но несмотря на то, что сила Линлей продолжала расти, он по-прежнему отказывался принимать участие в ежегодных турнирах. Гений Линлей мог только посмеяться над этим. Линлей никогда не считал себя гением. Его сила росла от интенсивных тренировок изо дня в день. За все шесть лет тренировок его стойкость была такой же несгибаемой, как и в первый день. И в сочетании с руководством дедушки Деринга получился текущий результат. Но сейчас моя сила на самом деле меньше, чем у Биби. Линлей посмотрел на Биби, сидевшую на его плече. Биби, какого ранга ты уже достигла? Писк-писк, Биби ухмыльнулась Линлей, потом мысленно сказала. Я не могу знать точно, так как не сражалась с другими магическими животными. Но ты, безусловно, слабее меня, ха-ха. Биби была чрезвычайно довольна собой. Полностью игнорируя уважительные взгляды, направленные на него прохожими, Линлей спокойно покинул Академию Эрнст через задний вход и отправился к горе, начиная свое очередное одинокое обучение. Минувшие шесть лет, которые пролетели как один день, стали для него успешными. Линлей быстро и легко словно плыл через лес, в то время как Биби продолжала без остановок общаться с ним через их ментальную связь. Босс, когда мы уже собираемся пойти к хребту магических зверей, чтобы проверить свои силы. Ты уже маг пятого ранга. Ты можешь попытаться проверить себя. И я, Биби, наконец буду в состоянии показать свои удивительные способности. Спешка ни к чему. Ответы Линлей были всегда очень короткими. Ты разбиваешь мое сердце, парень. Я волшебный зверь, но я до сих пор не был ни разу на горном хребте магических зверей. Трагедия. После шести лет способность Биби самовыражаться резко улучшились. Тише. Если ты продолжишь поднимать шум, то сегодня я не буду помогать тебе готовить мясо, как только Линлей произнес эти слова, Биби сразу закрыла рот и больше не издавала ни звука. После входа на гору Деринг Кауарт появился рядом. Смотря на Линлей, он чувствовал чрезвычайное удовлетворение в сердце. Линлей вдруг произнес Деринг. Линлей повернул голову и улыбнулся, ментально обратившись к нему. Дедушка Деринг, что-то случилось. Деринг Кауарт улыбнулся. Основываясь на твоих последних работах, я могу официально сообщить тебе, что твои способности в каменной лепке достигли предела. Глаза Линлей невольно заблестели. У дедушки Деринга был эксцентричный характер. Любые произведения искусства, которые не удовлетворяли его строгих стандартов, должны были быть немедленно уничтожены. По его словам, если эти произведения появятся в мире искусства, то они опозорят мою школу прямого долота и мое лицо великого мага святого уровня будет потеряно. Таким образом, Линлей вынужден был уничтожать каждую скульптуру, что он делал, хотя они могли бы быть проданы за деньги. Достигли предела? Дедушка Деринг, что вы имеете в виду? Линлей смотрел на Деринга Кауарта в изумлении. Деринг Кауарт счастливо кивнул. Правильно. Начиная с сегодняшнего дня, после того, как ты будешь заканчивать скульптуру, тебе не нужно будет ее уничтожать. Они достойны того, чтобы оставаться в этом мире. Естественно, если ты хочешь, то можешь выставить свои работы в галерее ПРУ, чтобы продать их и таким образом положить начало строительству и укреплению репутации нашей школы прямого долота. В то же время, ты сможешь заработать немного золота для себя. Том 3. Хребет магических зверей, глава 1. Каменная скульптура, часть 1. Теплые и уютные лучи весеннего солнца падали на четырех отдыхавших братьев дома 1987. Ель, Джордж и Рейнольдс о чем-то болтали во дворе. К текущему моменту, Ель и Джорджу исполнилось по 16 лет, в то время как Рейнольдсу теперь было 14 лет. Каждый из них заметно подрос и даже маленький Рейнольдс теперь был ростом в 160 сантиметров. Самым высоким же среди них был Ель, ростом в поразительные 190 сантиметров. Джордж, перестань притворяться перед нами. Даже четвертый брат уже потерял девственность. Почему ты и третий брат до сих пор притворяйтесь и не сделали этого на самом деле? Как насчет такого, чтобы в конце этого месяца тебе и третьему брату пойти в нефритовый водный рай в городе Финлай? Расходы я беру на себя. И я гарантирую, что вам обоим будет там очень хорошо. Я также гарантирую, что девушки, которых вам приведут, будут девственницами. Договорились? Пока Ель говорил, он смеялся и занимался на своих тренажерах, поднимая две большие каменные глыбы. Каждая из этих глыб весила примерно 20 или 30 фунтов. Линлай бы побрезговал тренироваться такими легкими весами. Джордж тоже засмеялся. Босс Ель, перестать пытаться заставить нас. Почему бы вам двоим не пойти к нефритовому водному раю, а я с третьим братом просто куда-нибудь пойду выпить? Разве это не лучшая идея? Рейнольдс стоял рядом и подшучивал. Джордж, ты просто не мужик. Джордж мог только беспомощно засмеяться. Вдруг из-за двора послышался звук шагов. Ель положил две каменные гири на землю и направился к выходу со двора дома, говоря. Я уверен, что это третий брат. Ведь уже время обе. Прежде, чем он закончил свои слова, Ель вдруг затих. Он увидел, как Линлай твердой походкой шагал вперед к дому, неся огромную скалу на своем плече, которая была по меньшей мере 3 футов высотой и примерно 100 фунтов веса. Но Линлай словно не замечая размеров и веса этой скалы и без труда нес ее. У Ель, Джорджа и Рейнольдса от увиденного отвисла челюсть. Линлай легким мановением руки поставил эту глыбу в углу двора. Когда глыба коснулась земли, прозвучал внушительный звук от касания о землю, который заставил сердца трех его друзей трепетать. Какого черта? Третий брат, я знаю, что ты сильный, но как ты можешь быть настолько сильным? Ель уставился на лежащий рядом валун. Этот валун цельный? Произнося это, Ель подошел к валуну, протянул к нему руки и попытался поднять. Укх. Ель использовал все его имеющиеся силы, в результате чего все его лицо покрылось темно-красным оттенком, но гигантский валун словно прирос корнями к земле, так и не сдвинулся ни на йоту. Босс Ель, не трать понапрасну свою энергию. Тебе не хватит сил его поднять, засмеялся Линлай. Физическая сила Ель была меньше, чем даже у воина первого ранга. Как он мог поднять этот валун? Рейнольд смотрела на валун с округленными глазами. Выпустив несколько удивленных вздохов, он вдруг повернул голову и вопросительно посмотрел на Линлай. Эй, Линлай, зачем ты притащил такой огромный валун к нашему дому? О, я знаю, глаза Рейнольдса засияли. Я видел, как мощные воины занимались силовыми тренировками, поднимая гигантские валуны. Линлай, ты что, хочешь тяготить эти тяжести прямо тут? Такой огромный валун может меня просто расплющить. Удивленно вздыхая, Джордж тоже смотрел на него, затем вопросительно посмотрел на Линлай. Третий брат, зачем ты принес этот валун к нашему дому? Линлай в ответ всем троим улыбнулся и произнес два слова. Каменная лепка, основываясь на том, что сказал Деринг Кауэрт. Теперь его скульптуры прошли своего рода квалификацию, чтобы он мог их показать на людях, в пределах обычного зала в галерее. Но создание занимает много времени и, как правило, даже дня было недостаточно. В прошлом он мог запросто вырезать на горе, не беспокоясь по поводу ошибок, но теперь все стало иначе. Каменная лепка. Рейнольдс, Джордж и Ель смотрели на Линлай шокированными глазами, что это действительно вас так шокирует. Линлай посмотрел на своих братьев. Рейнольдс поспешно сказал, это не шокирует, нет, это очень шокирует. Мы четыре брата жили вместе в течение шести или семи лет, но я никогда не видел, как ты что-либо создавал из камня. Ты планируете начать обучение сегодня? Линлай засмеялся. Кто сказал, что я раньше этим не занимался? Я занимался каменной лепкой в горах уже в течение пяти лет, но на этот раз, после того, как я закончу свою работу из этой каменной породы, я планирую взять и разместить ее в галерее ПРУ и посмотреть, купит ли ее кто-нибудь за деньги. Клан Барух практически исчерпал все свои запасы денег, поэтому чтобы дать младшему брату Уартону возможность продолжить свое обучение в Академии Абрайн, Линлай решил продавать свои работы. Но, несмотря на такое плачевное состояние финансовых дел в клане, Хогт был очень счастлив. Ну и что, что его семья разорится? Его старший сын Линлай был студентом Академии Эрнст и после ее окончания определенно станет могущественным магом. А его младший сын Уартон имел возможность стать воином драконьей крови. Хогт уже мог спрогнозировать очередной рассвет величия клана Барух. Галерее ПРУ, услышав это, еле остальные смотрели на Линлай удивленными глазами. Линлай всегда был гордостью дома номер 1987. Несмотря на то, что всего в 15 лет он уже пошел в пятый класс с Академией Эрнст и даже считался равным соперником Декси и теперь их обоих считали в Академии двумя гениями из гениев, еле все остальные уже давно признали Линлай как гения, но Каменная лепка была чрезвычайно глубокой формой искусства. Многие люди старательно тренировались в течение многих десятилетий, но даже после этого могли считаться только посредственными скульпторами. Как такая чрезвычайно древняя форма искусства и художественного самовыражения могла быть легко освоена. Как Линлай смел мечтать, что его работы будут выставлены в самой почитаемой художественной галерее, галерее ПРУ. Третий брат не стоит слишком увлекаться этим, Джордж решил пошутить в утешительной манере. Линлай, я волнуюсь, твою скульптуру вообще кто-нибудь захочет купить? Нахмурившись, произнес Рейнольдс. На его лице читалось сомнение. Ель громко рассмеялся. Ребята, почему вы это говорите? Третий брат, создай и размести свою работу в галерее. И я сразу потрачу 10 тысяч золотых, чтобы купить ее и помогу распространить твою славу. Я говорю правду. Линлай достал прямое долото из-под его одежды. Прямое долото? Удивленно произнес Рейнольдс. Линлай, похоже ты подготовился. Но в прошлом, я тоже собирался учиться каменной лепке, так что я знаю, что для этого необходимо много инструментов, таких как Прямое долото, тонкое долото, треугольное долото, нефритовый нож в виде чаши и разные пилы. Но ты подготовил только один инструмент? Джордж Рейнольдс и Ель знали об этом искусстве по крайней мере базово. Линлай не стал говорить слишком много. Взяв в руки прямое долото, Линлай естественным образом вступил в спокойное ментальное состояние. Его дух мог чувствовать сущность Земли, протекающей через валун, находящейся перед ним, и даже мог ощутить своего рода вены в нем. Улыбаясь, Линлай начал мастерски орудовать долотом. Долото в руках Линлай двигалось с огромной скоростью, отражая от него блики света, в результате чего стоявший рядом Рейнольдс и остальные начали щуриться. Но они по-прежнему продолжали смотреть на валун. Свеи лист к Земле начали приближаться тени, за которыми падали осколки от валуна. Как это возможно? Ель наблюдал, находясь в изумлении. Для того, чтобы удалить такую большую часть камня, должна быть использована пила. Он на самом деле отделил ее только при помощи прямой стамески. Каким же удивительно сильным он должен быть? Стоявший рядом с ним Рейнольдс и Джордж бесшумно упали на Землю. Сила запястья? То, с какой легкостью и точность Линлай избавляется от лишних кусков валуна, не может быть сделана только благодаря сильному запястью. Линлай был абсолютно спокойным, как воды в старом пруду. Прямая стамеска в левой руке быстро вытягивала из валуна изящные филиграни и отсекала лишние части, которые постоянно сыпались на Землю. То, с какой точностью и элегантностью Линлай работал, было приятно созерцать. Третий брат он, Ель, Джордж и Рейнольдс обменялись недоумевающими взглядами. Сейчас они уже полагали, что возможно Линлай действительно стал экспертом в каменной лепке. Тихо, естественно, мирно. Линлай очень понравилось возникаемое чувство во время ваяния каменной скульптуры. Опираясь на имеющийся опыт, Линлай не составляло труда вычислять, как много усилий или силы должно было быть приложено в том или ином месте. Эти решения уже принимались на подсознательном уровне. Сравнивать со школой прямого долота, ни в одной из других школ каменной лепки нельзя было так легко выбрать инструмент для обработки разных частей. Каждый из экспертов и мастеров других школ тратил огромное количество времени и сил только на то, чтобы выбрать, каким инструментом работать на том или ином участке каменной скульптуры. Только одни этот процесс уже был чрезвычайно утомительным. В этом естественном состоянии, в котором работал Линлай, его духовная сущность начала быстро и безудержно расти, как трава после дождя. Ощущение роста для Линлай было чрезвычайно приятным, заставляя все его существа чувствовать себя очень комфортно. Вдруг, правая рука Линлай остановилась. Летящей пыли и частичком камней еще потребовалось какое-то время, чтобы осесть на землю, но уже можно было увидеть контуры вырезанных из валуна ползающих существ. Почему вы, ребята, выглядите такими изумленными? Вы шокированы? Увидев Ель и остальных, Линлай засмеялся. Я ведь только придал небольшой контур своей будущей работе. Чуть позже мне потребуется потратить намного больше времени и сил. Давайте уже обедать. Ель, Джордж и Рейнольдс переглянулись. Учитывая то, что Линлай только что им показал, все трое были уверены в одном. Гений восхищенно сказал Ель. Гений среди экспертов, добавил Джордж. В кругах скульпторов достижение за такой короткий срок такого высокого уровня квалификации как у Линлай считалось невероятным событием, которое случалось раз в столетие. Том 3. Глава 2. Каменная скульптура. Часть 2. В отеле Хуадели. Ель. Так как мы только сегодня узнали, что наш третий брат это специалист по каменной лепке, мы обязательно должны это отпраздновать. Давайте отправимся в отель Хуадели. Ребята незамедлительно собрались и отправились в путь. Как только они вошли в отель, многие ученики уставились на них. Подавляющее большинство взглядов студентов были направлены на Линлай. Дикси, Линлай. Два самых ярких, выдающихся гения Академии Эрнст. Любое место, где они находились, стало бы центром внимания, прикованного к этим ребятами. Многие ученики начали общаться между собой в полголоса. Четыре брата уселись и им сразу принесли блюдо. Писк-писк. Бебе, которая лениво дремала все это время, высунула мать.